Доброе утро, уважаемые коллеги! Я приветствую вас из студии компании «Правовест». Темой нашего сегодняшнего семинара является практика исчисления налога на добавленную стоимость и анализ сложных ситуаций. Первым номером нашей программы является изменение налогового законодательства по НД с 1 января 2009 года. Но прежде чем остановиться на этих изменениях, я позволю себе напомнить вам еще один закон, который вступил в силу в конце прошлого года. Это федеральный закон номер 172 ФЗ от 13 октября 2008 года. В соответствии с этим федеральным законом налогоплательщики налога на добавленную стоимость, начиная с 3 квартала 2008 года, имеют право уплачивать налог на добавленную стоимость не позднее 20 числа каждого из трех месяцев в следующем заистекшим налоговым периодом равными долями в каждом из этих трех месяцев. На кого распространяются нормы этого закона? Ну, прежде всего, на всех плательщиков НДС, которые осуществляют операции по реализации товаров, работу, услуг и другие операции, являющиеся объектом налогообложения, перечисленные в подпунктах с 1 по 3 пункта 1 статьи 146 Налогового кодекса. Кроме того, нормы этого закона распространяются также на налоговых агентов, которые уплачивают НДС при приобретении услуг по аренде у органов государственной власти и местного самоуправления, а с 1 января 2009 года и на налоговых агентов, которые приобретают имущество, находящееся в государственной или муниципальной казни. На кого не распространяются нормы этого закона? Не распространяются эти нормы на тех налогоплательщиков, которые выставляют счета фактуры при осуществлении операций, которые не подлежат налогообложению НДС. Нормы этого закона не распространяются также на тех налогоплательщиков, которые освобождены от уплаты НДС в соответствии со 145 статьей Налогового кодекса или применяют упрощенную систему налогообложений и другие специальные налоговые режимы. В отношении этих налогоплательщиков сохраняется ранее действующая система уплаты НДС по сроку до 20-го числа месяца, следующим заистекшим налоговым периодом. В ранее установленном порядке уплачивают также НДС налоговые агенты, которые приобретают товары и работы услуги у иностранных лиц, не являющихся налогоплательщиками, налога на добавленную стоимость в случае их реализации на территории Российской Федерации. Ранее установленный порядок прописан в статье 174 Налогового кодекса и в соответствии с этим порядком на такие налогоплательщики налоговые агенты должны уплачивать НДС одновременно с перечислением выручки иностранному продавцу товаров, работы, услуг. Поскольку международные соглашения имеют приоритет над российским законодательством, то в особом порядке уплачивают НДС те налогоплательщики, которые ввозят товары на территорию Российской Федерации с территории Республики Беларусь, причем товары, происходящие с территории Республики Беларусь. Порядок уплаты и сроки уплаты налогов установлены в соглашении заключенным между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 15 сентября 2004 года и в соответствии с нормами этого соглашения налогоплательщики по товарам, ввозимым с территории Республики Беларусь, должны уплачивать налог не позднее 20-го числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором ввезенные товары были приняты на учет. Более подробное разъяснение по этому вопросу вы можете посмотреть. Это письмо Федеральной налоговой службы от 29 октября 2008 года номер ШС-6-3-782. А теперь я перейду к тем нормам, новым нормам законодательства Российской Федерации, которые вступили в силу, начиная с 1 января 2009 года. Эти нормы предусмотрены федеральным законом от 26 ноября 2008 года номер 224 ФЗ. Все, что касается НДС, практически все, что касается НДС, содержится в статье 2 этого федерального закона. Но прежде всего, с 1 января 2009 года в отношении операции по реализации лома и отхода черных металлов установлено обязательное применение освобождения от налога на добавленную стоимость. Поскольку норма освобождения это обязательно для применения налогоплательщиками, поэтому экспортерам лома и отхода черных металлов следует особо обратить на это внимание, поскольку теперь с 1 января при отгрузке лома и отхода черных металлов на экспорт суммы НДС по входящего НДС возмещаться налогоплательщикам-экспортерам не будут. Суммы налога, связанные с операциями по реализации лома и отхода черных металлов вывозимого на экспорт, будут относиться на стоимость приобретаемых товаров, работы, услуг. Поскольку норма, опять же, еще раз повторюсь, обязательно для применения, то всем налогоплательщикам, которые осуществляют такие операции, необходимо обратить внимание на пункт 8 ст. 149 Налогового кодекса. Этот пункт устанавливает порядок налогообложений в переходный период, когда договора были заключены во время действия обложения налогом на добавленную стоимость каких-либо операций и продолжаются в тот период, когда вступает в силу новое законодательство, предоставляющее освобождение этих операций от налогообложений. Итак, согласно пункту 8 ст. 149 Налогового кодекса, при изменении редакции пунктов 1 и 3 настоящей статьи, в частности, отнесении налогооблагаемых операций к операциям, не подлежащих налогообложению, налогоплательщиками применяется тот порядок определения налоговой базы или освобождение от налогообложения, который действовал на дату отгрузки товаров в работу услуг, вне зависимости от даты оплаты реализуемых товаров в работу услуг. Таким образом, те товары, которые были отгружены до 1 января 2009 года, по ним будет сохраняться освобождение от налогообложения, независимо от того, что выручка по этим операциям может поступить уже в этом году в период действия освобождения. В то же время, те товары, которые были проплачены в прошлом году, но отгружены в этом, по этим товарам уже будет применяться освобождение от налогообложения. Таким образом, налогоплательщикам, которые осуществляют операции по реализации лома и отходов черных металлов, придется внести соответствующие изменения в свои договора, которые они заключали с покупателем. Какие могут быть изменения, какие варианты изменения этих договоров? Прежде всего, продавец и покупатель могут договориться между собой, что с 2009 года стоимость лома и отхода черных металлов будет равна стоимости лома и отхода черных металлов, которая была предусмотрена в прошлом году, но без учета НДС. В этом случае сумма налога, которая налогоплательщик-продавец, уплачивал бюджет в прошлом году по авансовым платежам, могут быть приняты у него к вычету, в том случае, если эти суммы налога были возмещены продавцом-покупателем. Второй вариант внесения изменений в договор может состоять в том, что налогоплательщик-продавец и покупатель договорились между собой, что стоимость лома и отходов в период действия освобождения, то есть в этом году, будет равна стоимости лома и отходов, установленной в договоре прошлогодним, но с учетом налога на добавленную стоимость. В этом случае, если в прошлом году продавец товаров получил авансовые платежи и уплатил с них бюджет НДС, суммы налога из бюджета возвращаться не будут, поскольку в этом случае между продавцом и покупателем никаких перерасчетов по НДС не производится. И третий вариант – это самый плохой вариант, когда продавец и покупатель никаких изменений в договора не вносят, и продавец продолжает выставлять счета фактуры с учетом НДС. Что произойдет в этом случае? Продавец будет обязан в соответствии с пунктом 5 статьи 173 Налогового кодекса всю сумму налога, которую он выставил в счете фактуре, уплатить в бюджет без применения налоговых вычетов. У покупателя же те суммы налога, которые были выставлены в счете фактуре по освобождаемому с 1 января товару, к вычету приниматься не будут, поскольку, как вы все прекрасно знаете, в соответствии со статьей 169 основанием для вычета сумм НДС являются счета фактуры, выставленные в соответствии с порядком, установленной главой 21. Счета фактуры, выставленные по освобожденным товарам, не являются выставленными с соблюдением порядка, они являются выставленными с нарушением установленного порядка, и поэтому покупателям не будет возможности принять к вычету эти суммы налога. Следующей нормой 224 закона является внесение изменений в статью 150 Налогового кодекса, в которой утвержден перечень товаров, освобождаемых от налогообложения НДС, при ввозе на территорию Российской Федерации. В частности, изменения внесены в редакцию подпункта 7 статьи 150. В новой редакции этот подпункт звучит следующим образом. От налогообложения НДС будет освобождаться ввоз на территорию Российской Федерации технологического оборудования, в том числе комплектующих и запасных частей к нему, аналоги которого не производятся в Российской Федерации, по перечню утверждаемого правительства. На что хочу обратить ваше внимание. В соответствии с порядком вступления в силу этой нормы, этот пункт вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее 1 числа очередного налогового периода, в котором вступит в силу постановление правительства Российской Федерации о подтверждении соответствующего перечня технологического оборудования. До вступления в силу этого перечня продолжает действовать старая редакция. И поскольку сейчас утвержденного перечня технологического оборудования нет, до настоящего момента от налогообложения продолжает освобождаться технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, ввозимые в качестве вклада в уставные или складочные капиталы организации. Немножко об этом перечне. Данный перечень в настоящее время разработан уже Минпромтомторгом. Он проходит согласование в соответствующих министерствах и ведомствах. И я думаю, что в ближайшее время перечень будет утвержден правительством Российской Федерации. В основу перечня технологического оборудования был положен перечень технологического оборудования, в отношении которого применяются нулевые ставки таможенных пошлин. Следующая норма 224-го закона, на которой я хочу остановиться, это внесение изменений и дополнений в статью 161-й Налогового Кодекса. Статья 161-го устанавливает случаи, в которых налог на добавленную стоимость уплачивает не продавец, а налоговый агент, то есть в большинстве случаев покупатель товаров, работ и услуг. С 1 января 2009 года к налоговым агентам отнесены организации и индивидуальные предприниматели, приобретающие у уполномоченных органов имущество, государственное имущество или имущество субъектов Федерации, которое составляет государственную казну или казну субъекта Федерации или муниципальную казну. С 1 января 2009 года при приобретении имущества, находящегося в казне, налогоплательщиками, как я уже сказала, будут являться индивидуальные предприниматели и организации, приобретающие это имущество. Вернее, они будут являться не налогоплательщиками, а налоговыми агентами. В соответствии с нормами ст. 161 Налогового кодекса, эти налоговые агенты должны исчислять налог по расчетной ставке 18 дробь 118, удерживать из выплачиваемых доходов и уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога. Поскольку налогоплательщик, налоговый агент будет удерживать ставку налога расчетным методом, то при задоглючении договоров с уполномоченными лицами нужно обращать внимание, содержит ли стоимость реализуемого имущества сумму налога на добавленную стоимость. В случае, если в договоре будет прописано, что стоимость реализуемого казенного имущества включает в себя сумму НДС, в этом случае у налоговых агентов будет меньше трений с налоговым органом по поводу правильности исчислений и уплаты НДС расчетным методом, в отличие от тех договоров, в которых сумма налога не будет учтена. В случае, если в договоре сумма налога учтена не будет, налоговому агенту придется формулировать самостоятельно налоговую базу, то есть к стоимости реализуемого имущества добавлять сумму НДС по ставке 18%, сформировать налоговую базу с учетом НДС и потом расчетным методом исчислить НДС, подлежащий бюджет. В этом случае могут быть некоторые трения с налоговыми органами по поводу уплаты НДС за счет собственных средств. Вот этого не хотелось, поэтому я обращаю ваше внимание на правильность составления договоров при приобретении такого имущества. Обязанности налогового агента возложены также на посредников, которые реализуют на территории Российской Федерации работы и услуги в соответствии с договорами, заключенными ими, с иностранными лицами, реализующие и осуществляющие и выполняющие фактически эти работы и услуги. До настоящего времени такая норма действовала только в отношении товаров, реализуемых иностранными лицами на территории Российской Федерации. С 1 января расширен круг налоговых агентов. Вот эти налоговые агенты должны уплачивать НДС уже по прямым ставкам, поскольку налоговая база у них определяется как стоимость реализуемых работ и услуг без включения суммы налога на добавленную стоимость. То есть такие налоговые агенты-посредники будут уплачивать НДС ровно в том же порядке, что и обычные налогоплательщики НДС, реализующие какие-либо товары работы и услуги. В 224 закона упрощен на законодательном уровне порядок подтверждения, документального подтверждения права на применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость. С 2009 года налогоплательщики имеют право выбрать по собственному желанию представлять в налоговые органы копии грузовых таможенных деклараций или реестр этих грузовых таможенных деклараций. Как вы знаете, те, кто занимается экспортом, в налоговые органы для подтверждения нулевой ставки в обязательном порядке предоставляется грузовая таможенная декларация. Часть налогоплательщиков, их большинство представляют налоговые органы грузовой таможенной декларации с отметками двух таможенных органов. Регионального таможенного органа, который подтверждает помещение экспортируемого товара по таможенный режим экспорта. И пограничного таможенного органа, который подтверждает фактический вывоз товаров за пределы территории Российской Федерации. И незначительное количество налогоплательщиков представляют в налоговые органы копии грузовых таможенных деклараций с одной отметкой таможенного органа, с отметкой регионального таможенного органа, подтверждающего помещение товаров под таможенный режим экспорта. К этому узкому кругу налогоплательщиков относятся те налогоплательщики, которые вывозят экспортируемые товары трубопроводным транспортом или по линиям электропередач. Это налогоплательщики, которые вывозят экспортируемые товары транзитом через территорию Республики Беларусь. И третья категория налогоплательщиков – это те налогоплательщики, которые вывозят товары, не происходящие с территории Российской Федерации, на территорию Республики Беларусь. Вот две категории налогоплательщиков, которые представляют в разном порядке грузовые таможенные декларации. Изменения 165-й статьи учли вот этой особенности представления грузовых таможенных деклараций налоговые органы. И установлено два вида реестров таможенной декларации. Один вид реестров – это для большинства налогоплательщиков, о которых я уже говорила. Этот реестр таможенной декларации будет содержать сведения о фактически вывезенных товаров с отметками пограничного таможенного органа, который будет подтверждать фактический вывоз товаров за пределы территории Российской Федерации. И для второй незначительной категории налогоплательщиков установлено право представлять реестр таможенных деклараций с отметками регионального таможенного органа, подтверждающего сведения о таможенном оформлении товаров в таможенном режиме экспорта. К сожалению, в настоящее время воспользоваться правом сократить количество документов, под представляемых налоговым органом для документального подтверждения нулевой ставки, воспользоваться нельзя по той причине, что этот реестр должен быть определен и утвержден Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с федеральной таможенной службой. Но до настоящего времени такого приказа еще нет. Он находится в стадии разработки. И, наверное, наиболее актуальная норма 224-го закона – это нормы, связанные с взиманием и принятием к вычету сумм налога по авансовым платежам. Я остановлюсь на этой норме и построю свое выступление следующим образом. То есть сначала я расскажу о том, что должен делать продавец товаров, который получает авансовые платежи, а потом уже отдельно мы с вами поговорим о том, что должен делать и на что имеет право покупатель товаров, который перечислил авансовые платежи и в их составе налог на добавленную стоимость. Итак, в соответствии с нормами 224-го закона с 1 января 2009 года при получении авансовых платежей продавец товаров, работ и услуг обязан выставить покупателю счет фактуры с выделением суммы НДС, исчисленной по расчетной ставке и должен он выставить этот счет фактуру не позднее пяти календарных дней, считая со дня получения аванса. Кодексом не предусмотрено никакой введения никакой новой формы для заполнения в случае получения авансовых платежей. Не предусмотрено это и проектом постановления о внесении изменений в 914-е постановление, которое сейчас разрабатывается Министерством финансов Российской Федерации. Поэтому налогоплательщики смело могут использовать ту форму счета фактуры, которая установлена в 914-м постановлении, но заполнять там только те реквизиты, которые установлены в пункте 5.1 ст. 169 Кодекса. Это новый пункт, он введен в 224-м законе. В действующей форме счета фактуры есть все реквизиты, которые предусмотрены этим подпунктом 5.1 за исключением одного. Нет графы суммы оплаты частичной оплаты. Поэтому еще до внесения изменений в 914-е постановление налогоплательщики, продавцы при выставлении счета фактуры по авансовым платежам могут отражать суммы полученной оплаты или частичной оплаты в графе 9 счета фактура стоимость всего товаров с учетом НДС. Наиболее часто задаваемый вопрос со стороны продавцов, которые получают авансовые платежи, это вопрос, что писать в графе «Наименование товаров, описание выполняемых работ, оказываемых услуг». Для того, чтобы решить этот вопрос, прежде всего нужно руководствоваться тем договором, который заключен между продавцом и покупателем товаров. В договоре указывается наименование товаров, которые предполагаются поставки к продавцам-покупателю. В ряде случаев это может быть обобщенное именование товаров, например, поставка нефтепродуктов, поставка кондитерских изделий, поставка канцелярских товаров. Это общее название товаров зафиксировано в договоре. Впоследствии на основании каких-либо заявок или спецификаций покупатель уточняет номенклатуру тех товаров, которые ему должен поставить продавец. Вот уже при заполнении счета фактуры по товарам продавец будет указывать наименование товара в соответствии с такой спецификацией. А для заполнения счета фактуры по авансам достаточно обобщенного названия товаров, которые фигурируют в договоре. В случае, если в адрес продавца в течение одного налогового периода приходят несколько авансов от одного и того же покупателя, налогоплательщик-продавец имеет право выставить один счет фактуру по нескольким авансам, полученным от этого покупателя. Единственное, на что нужно обратить внимание, что для выставления счета фактуры установлен 5-дневный срок. Поэтому нужно следить за тем, чтобы счет фактуры был выставлен не позднее, чем было получено платежное поручение, в соответствии с которым перечислялся первый из авансовых платежей, который упоминается в таком, в кавычках, сводном счете фактуры. В том случае, если аванс получен в налоговом периоде и срок поставки товаров, работы или услуг не превышает 5 дней, которые отведены для выставления счета фактуры по авансовым платежам, то налогоплательщик-продавец имеет право не выставлять счет фактуру по авансовым платежам, поскольку уже по истечении 5 дней покупателям будет получен счет фактуры по приобретаемым товарам, работам и услугам, и он сможет принять к вычету уже не авансовый платеж, а всю сумму НДС по приобретаемым товарам, работам и услугам. Предварительной оплатой признается у нас не только получение денежных средств, но и получение оплаты в безденежной форме расчетов. То есть реализуемые товары, работы, услуги могут быть оплачены как денежными средствами, так и товарами, ценными бумагами, могут быть оплачены в работе. В любых случаях продавец обязан выставлять при получении такого безденежного аванса счет фактуру. Никаких исключений в отношении такой формы оплаты налоговым кодексом не установлено. Кроме того, налогоплательщик должен обратить внимание на сроки выставления счетов фактур в каком смысле. В случае, если налогоплательщик-продавец пропустил срок выставления счета фактуры по авансовому платежу и выставил уже счет фактуры по реализуемому товару, работе, услуге, то в этом случае продавец счет фактуры по авансовым платежам выставлять уже не должен. Почему? В случае выставления таких двойных авансового и счета фактуры по товарам, у налогоплательщика-покупателя могут быть проблемы с принятием к вычету и восстановлением суммы налога по авансовым платежам. В некоторых изданиях я прочитала такое мнение, существует такое мнение, что в том случае, если налогоплательщик-продавец не выставил покупателю счет фактуры по авансовым платежам, то в дальнейшем при реализации товаров, работ и услуг продавец не сможет поставить к вычету сумму налога, которую он уплатил при исчислении авансовых платежей. На что я хочу обратить ваше внимание. 224-й закон не вносил никаких изменений в пункт 8 ст. 171 налогового кодекса и пункт 6 ст. 172 кодекса. Эти пункты говорят о том, что налогоплательщик-продавец при отгрузке товаров имеет право на получение вычета налога, уплаченного при получении авансовых платежей. Кроме того, эти нормы говорят о том, на основании каких документов может налогоплательщик принять к вычету эти суммы налогов. Так вот, поскольку в эти нормы никаких изменений не вносились, налогоплательщики-продавцы товаров, работ и услуг принимают к вычету суммы НДС по авансовым платежам в ранее установленном порядке, независимо от того, выставляли ли они счет фактуры своему покупателю или не выставили. Никаких ограничений на вычет 224 закон не налагал. На что еще должен обратить внимание налогоплательщик-продавец? Не все авансовые платежи подлежат налогообложению НДС. Пункт 1 ст. 154 говорит, нам устанавливают перечень операций, при совершении которых и получении авансовых платежей в отношении которых налог на добавленную стоимость не уплачивается. В частности, это те операции, которые облагаются по нулевой ставке, это те операции, которые перечислены в ст. 149 Налогового кодекса, то есть не подлежащие налогообложению. Поскольку в данных суммах аванса суммы НДС не предусмотрены, то налогоплательщики-продавцы при получении таких авансов счета фактуры по авансовым платежам выставлять также не должны. Часто реализация товаров, работ и услуг осуществляется не напрямую продавцом, а осуществляется через посредника, комиссионера или агента. В этом случае авансовые платежи будет получать комиссионер, который заключает договор купли-продажи с покупателем товаров. И в этом же случае комиссионер должен выписать счет фактуры по авансовым платежам покупателю этих товаров. При этом комиссионер у себя в книге покупок отражать сумму налога, подлежащую уплату по этому счету фактуры, не должен. Соответствующий счет фактуры комиссионер передает комитенту, и комитент на основании счета фактуры, выставленного комиссионером покупателю, составляет свой счет фактуры с отражением всех тех показателей, которые выставил комиссионер, и уже комитент несет обязанность по уплате НДС при получении авансового платежа. То, что я вам сейчас рассказываю, это порядок уплаты налога, аналогичный порядку уплаты налога при реализации товаров через комиссионера, который предусмотрен в 914 постановлении. Ровно такой же порядок будет действовать и в отношении авансовых платежей. Теперь, что же должны делать покупатели, которые получают счета фактуры по авансовым платежам? Ну, первое, что самое главное, я хочу отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 171 Налогового кодекса, право на осуществление налоговых вычетов установлено для покупателей. Вернее, неправильно я сделала акцент, когда стала говорить, для налогоплательщиков-покупателей право на налоговый вычет. Это является... Прошу прощения. Налоговый вычет является правом для налогоплательщика-покупателя. Поэтому покупатели товаров, работ и услуг, получая счет фактуры по авансовым платежам, имеют право поставить к вычету этот налог, а имеют право его и не поставить к вычету. Кстати, хочу немного отвлечься и сказать вообще, в принципе, о праве налогоплательщика на налоговый вычет, уже относительно приобретаемых товаров, работ и услуг. Поскольку это право налогоплательщика ставить налог к вычету, то он может воспользоваться этим правом и не принимать к вычету суммы НДС, которые выставляет ему продавец товаров, работ и услуг. Но если налогоплательщик решил воспользоваться этим правом, то в этом случае он в обязательном порядке должен руководствоваться нормами статей 171 и 172 Налогового кодекса и принимать к вычету только те суммы налога, которые предусмотрены 171 статьей и именно в том порядке, который предусмотрен 172 статьей. И на основании тех документов, которые предусмотрены 172 статьей и в сроки установленной этой же статьей. Кроме того, если налогоплательщик, покупатель решил вообще не пользоваться правом принимать к вычету НДС, то в этом случае он ни в коем случае не должен занижать налоговую базу по налогу на прибыль организации. Вот на что должны обращать внимание налогоплательщики, все налогоплательщики при осуществлении налоговых вычетов по НДС. А теперь вернемся к авансовым вычетам. При получении счета фактуры те налогоплательщики, которые решили поставить к вычету НДС по авансовым платежам, имеют право его поставить при наличии следующих документов. Прежде всего, у покупателя должен быть контракт, в котором предусмотрено перечисление авансовых платежей. Составлять какой-то отдельный договор или соглашение только на перечисление авансов в целях НДС не нужно. Если есть упоминание в договоре о перечислении авансовых платежей, то это уже является достаточным основанием для принятия НДС по авансовому платежу к вычету. То есть никакой дополнительной бумажки составлять не нужно. Если договорными обязательствами перечисление авансовых платежей не предусмотрено, а покупатель совершил авансовый платеж, то в этом случае у покупателя права на вычет по авансовому платежу нет. Если в договоре покупателям предусмотрено, что он будет перечислять суммы авансовых платежей в каком-то определенном размере, который установлен в процентах от стоимости приобретаемых товаров, а на самом деле покупатель перечислил авансовый платеж в большем объеме, то в вычету у покупателя должны приниматься только те суммы налога, которые указаны в договоре, то есть только в том объеме, что указано в договоре как перечисление авансового платежа. В случае, если в договоре упоминается просто о том, что покупатель обязан перечислить авансовый платеж перед поставкой товаров, то при такой записи у покупателя к вычету будут приниматься фактически суммы налога, которые выставлены покупателем, продавцом при получении авансового платежа, то есть в любом размере. Второй документ, который необходим для подтверждения налоговых вычетов, это документ, подтверждающий перечисление сумм авансовых платежей. Перечисление авансовых платежей можно подтвердить платежным документом, поэтому в том случае, если авансовый платеж осуществляется вне денежной формы или осуществляется наличными денежными средствами, платежного поручения в этом случае не будет, и налогоплательщик лишается права на применение налогового вычета. Несмотря на то, как мы с вами говорили ранее, что в этом случае налогоплательщик-продавец будет обязан выставить покупателю счет фактуры с выделением налога на добавленную стоимость. В тех случаях, когда оплата продавцу товара производится третьим лицом по поручению покупателя, у покупателя вычета по авансовым платежам также не будет, поскольку не будет также платежного поручения, которым можно подтвердить перечисление сумм авансовых платежей. В случае, если покупатель перечисляет авансовые платежи под приобретение каких-либо товаров, которые будут использоваться в облагаемой и вне облагаемой деятельности, то в этом случае при получении счета фактура и при соблюдении всех условий, о которых я уже говорила выше, налогоплательщик имеет право принять к вычету сумму налога, выставленную продавцом в авансовом счете фактуры в полном объеме. После того, как будет произведена поставка товаров и будет выставлен продавцом счет фактура по товару, налогоплательщик-покупатель при принятии к вычету НДС по товару будет обязан восстановить ранее принятую к вычету сумму налога по авансовому платежу и должен он ее будет восстановить в полном объеме, а сумму налога, которую он будет принимать к вычету по счету фактуру по товару, он уже будет делить в той пропорции, которая установлена у него учетной политикой для отнесения на стоимость товаров в тексту сумм НДС, которые будут относиться к операциям, освобождаемым от налогообложения. Еще одно мнение существует, тоже такое не очень приятное для налогоплательщиков, тоже я прочитала в каком-то журнале в средствах массовой информации, что суммы налога, которые покупатель принимает к вычету на основании счета фактуры, полученной от продавца товаров уже по товарам, не могут быть приняты к вычету в том случае, если покупатель не воспользовался правом на вычет суммы налога по авансовым платежам. Ну, во-первых, как мы уже с вами говорили, право на вычет, у налогоплательщика есть право на вычет налога, поэтому он имеет право и не принимать суммы НДС по авансовым платежам, это раз. И второе, документы, на основании которых сумма НДС под приобретенным товаром, работом, услугом, предусмотрено статьей 172 Налогового кодекса пунктом 1. В этот пункт также в отношении авансовых счетов фактур никаких изменений не вносились. Поэтому по приобретаемым товарам, работам, услугам налогоплательщик принимает к вычету НДС точно так же, как он принимал и раньше. То есть при наличии соответствующего счета фактуры и после принятия приобретенных товаров, работ и услуг на учет. Никакого дополнительного счета фактуры по авансу для вычета НДС по товарам не нужно. И на что обратить хотела бы я ваше внимание. В случае бывают сбои. Это как в работе почты в зависимости от того, как продавец передает покупателю счета фактуры. В том случае, если продавец выставляет счет фактуры и по авансовым платежам, и по реализуемым товарам, работам, услугам, а до покупателя счет фактуры по товарам, работам и услугам пришел раньше, чем счет по авансовым платежам, то в этом случае покупатель НДС, выставленный в счете фактуры по авансовым платежам, к вычету принимать не должен, чтобы не было излишнего усложнения и для налогоплательщиков при введении налоговой отчетности, и для налоговых органов при налоговой проверке не было лишних каких-то проводок и отражений по восстановлению сумм налога по авансовым платежам. Ну вот это пожалуй все, что я хотела бы сказать по авансовым платежам. Следующая норма 224 закона изменила редакцию пункта 3 статьи 171 налогового кодекса. Эта норма говорит о том, в каком порядке принимается к вычету НДС, уплаченный налоговым агентом при приобретении товаров, работы, услуг, в частности у иностранных лиц, не зарегистрированных на территории Российской Федерации в качестве налогоплательщиков. В соответствии с новой измененной редакцией, налоговые агенты, которые уплачивали НДС за счет собственных средств, могут теперь безболезненно принимать к вычету эти суммы налога. И после принятия этого закона я буду уверена, или я надеюсь, наверное лучше так сказать, что закончатся бесконечные споры между налогоплательщиками и налоговыми органами, когда налоговые органы не разрешали принимать к вычету НДС, уплаченные за счет собственных средств налогоплательщиков, которым приходилось уплачивать эти суммы не от хорошей жизни, а только по тому обстоятельству, что налогоплательщик иностранное лицо в сумме договора отдельной строкой суммы НДС, подлежащую плате в бюджет в Российской Федерации, не выделял. Новая норма, которая введена 224-м законом, но для кого-то она и не новая, это обязательность выставления счетов фактур налоговыми агентами, которые приобретают товары, работы, услуги у иностранных лиц, не являющихся налогоплательщиками на территории Российской Федерации, и приобретающих услуги по аренде и имущество, находящееся в казне у специальных уполномоченных органов. Почему я говорю, что эта норма не совсем новая? Потому что многие налогоплательщики и до 1 января этого года составляли для собственного удобства счета фактура. И в свое время департаментам налоговой и таможенной тарифной политики давались некоторые рекомендации. Рекомендации, потому что это не обязательная была норма, тем налогоплательщикам, которые выставляют сами себе счета фактуры, выступая в качестве налоговых агентов. В частности, есть разъяснение Департамента налоговой и таможенной тарифной политики от 18 мая 2007 года, номер 03-07-08, дробь 121, и письмо от 28 февраля 2008 года, номер 03-07-08, дробь 47. Что мы тогда рекомендовали? Ну, прежде всего, рекомендовалось в строке 2 счета фактура, называется она «Продавец», указывать полное или сокращенное номинование продавца. Указывать его следует так, как оно указано в заключенном договоре. В строке 2А, там, где указывается адрес, следует указывать местонахождение продавца, так, как это местонахождение указано в договоре с налоговым агентом. В строке 2Б, это где указываются ННН и КПП «Продавца», естественно, для тех налоговых агентов, которые выступают в этом качестве при приобретении товаров, работы, услуг у иностранных лиц, в этой строке ставится прочерк, потому что иностранного лица, не являющегося налогоплательщиком, ни ННН, ни КПП нет. А в том случае, когда приобретаются услуги по аренде государственного имущества или приобретается имущество, находящееся в казне, в этой строке налоговые агенты должны указывать ИНН и КПП «Продавца», то есть той организации, которая фактически осуществляет реализацию этих товаров, работы, услуг. Пунктом 4 ст. 164 в этих случаях предусмотрено исчислять налог по расчетной ставке, поэтому в графе 7 налоговая ставка налоговые агенты должны указывать расчетную ставку 18 дробь 118, а в графе 9 стоимость услуг с учетом налогов должна, естественно, указываться стоимость услуг, сформированная с учетом налога на добавленную стоимость. Новая норма, пожалуй, одна из основных 224-го закона состоит в том, что с 1 января НДС, начисленный по строительно-монтажным работам на собственном потреблении, будет производиться на момент определения налоговой базы. То есть вычет будет производиться на последнее число каждого налогового периода. Таким образом, по таким операциям сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, будет равна нулю. Для чего сделана именно такая норма, а почему не стали делать освобождение строительно-монтажных работ для собственного потребления? Вы прекрасно знаете, что операции, освобождаемые от налогообложения НДС, при осуществлении этих операций, сумма входного налога к вычету не принимается, а подлежат учету в составе стоимости приобретаемых товаров работы услуг. Для того, чтобы налогоплательщики, осуществляющие строительно-монтажные работы для собственного потребления, имели право на вычет входного НДС и не увеличивали свою налоговую нагрузку, именно для этого эти работы оставлены в перечне объектов налогообложения. Единственное, что для них предусмотрен ускоренный вычет. Поскольку данные нормы вступают в силу только с 1 января 2009 года и не распространяются на ранее возникшие правоотношения, те суммы налога, которые исчислены по строительно-монтажным работам, выполнены в период с 1 января 2006 года по 1 января 2009 года, но не принятые к вычету до 1 января 2009 года. Вот эти суммы подлежат вычету в порядке, который действовал до 1 января этого года, то есть подлежат к вычету после фактической уплаты в бюджет. Об этом сказано в пункте 13 статьи 9 224 закона. То есть установлен такой переходный период. Поэтому суммы налога, которые исчислены по строительно-монтажным работам для собственного потребления за 4 квартал 2008 года, могут быть приняты налогоплательщикам в этом году только после отражения этих работ в налоговой декларации за 4 квартал прошлого года и после фактической уплаты сумм налога по этой декларации в бюджет. Отменена очень обременительная обязанность налогоплательщиков осуществлять перечисление сумм налога на добавленную стоимость отдельным платежным поручением при осуществлении денежных форм расчетов. И, соответственно, отменен особый порядок вычетов при осуществлении таких операций, который был предусмотрен пунктом 2 статьи 172 Налогового кодекса. Статью 9.224 закона в отношении таких операций также предусмотрен переходный период. В соответствии с этим переходным периодом, в случае, если товары, работа, услуги, оплаченными неденежными средствами, приняты на учет до 1 января 2009 года, то вычеты по этим операциям будут производиться в том порядке, который действовал в периоде принятия на учет товаров, работ, услуг. Порядок, вернее, обязанность перечислять налог на добавленную стоимость отдельным поручением начала действовать, начиная с 2007 года, и продолжалось два года – 2007 и 2008 год. В 2007 году и в 2008 году действовали разные порядки принятия к вычету сумм налога при осуществлении неденежных форм расчетов. Поэтому я считаю не лишним напомнить вам сейчас тот порядок, который существовал в предыдущие два года. Итак, 2007 год. Налогоплательщик осуществляет оплату товаров собственным имуществом. Для того, чтобы принять к вычету суммы налога, которую ему выставил продавец, у налогоплательщика-покупателя должны были совпасть во времени были три обстоятельства. Прежде всего, он должен был оплатить сумму налога отдельным платежным поручением в соответствии со статьей 168 кодекса. Второе. Суммы налога должны были быть фактически оплачены. Это статья 172, действующая в 2007 году редакция. И мало того, суммы фактически уплаченного налога подлежали определенному расчету. То есть фактически уплаченными суммами налога считались те суммы, которые исчислялись, исходя из балансовой стоимости имущества, которая передавалась в оплату приобретаемых товаров, работу, услуг. Естественно, балансовая стоимость имущества в большинстве случаев была меньше, чем та стоимость налога, которая была выставлена продавцом и которая была перечислена покупателем отдельным платежным поручением. Значит, в 2007 году к вычету принималась меньшая сумма налога, исчисленная из балансовой стоимости. И в том случае, если сумма налога при осуществлении оплаты собственным имуществом были ранее приняты к вычету, налогоплательщик был обязан аннулировать в ранее поданной декларации вычет, то есть представить уточненную декларацию за тот период, в котором он принял к вычету сумму налога. Соответственно, аннулирование вычета приводило к завышению суммы налога, подлежащему плате в бюджет и начислению пенни у налогоплательщика. Данная норма о принятии к вычету на основании фактических сумм налога, исчисляемого исходя из балансовой стоимости, не распространялась в 2007 году на операции, которые осуществлялись и закрывались взаимозачетами. Для того, чтобы иметь право на вычет НДС при проведении взаимозачета в 2007 году налогоплательщику нужно было перечислить всего-навсего НДС отдельным платежным поручением. Никаких особенностей по вычетам тогда 172-й статьей в отношении взаимозачетов не было предусмотрено. Поэтому в том случае, если суммы налога были приняты налогоплательщиком к вычету до проведения взаимозачета, налогоплательщик в том налоговом периоде, когда он проводил взаимозачет, должен был перечислить НДС отдельным платежным поручением. И в том случае, если он перечислял в этом налоговом периоде НДС отдельным платежным поручением, Никакие изменения в налоговой декларации вносить не было нужно. В случае, если между проведением взаимозачета и перечислением НДС отдельным платежным поручением проходил какой-то срок, например, несколько налоговых периодов, то суммы НДС, ранее принятые к вычету, подлежали восстановлению в том налоговом периоде, в котором осуществлялся взаимозачет. Вот такой порядок достаточно сложный. Вычет НДС действовал в 2007 году. В 2008 году все было значительно проще. Поправки, которые были внесены в 172 статью, уравняли оплату приобретаемых товаров, работы, услуг собственным имуществом и проведение взаимозачета. В соответствии с нормами, которые действовали в 2008 году, вычетом подлежали суммы налогов, фактически уплаченные налогоплательщикам в случаях и в порядке, которые предусмотрены пунктом 4 статьи 168. Кроме того, продавец в соответствии с этим порядком, установленным в 168 статье, должен был уплатить сумму НДС отдельно платежным поручением. В соответствии с взаимосвязи этих двух норм получается, что в случае, если при осуществлении товара обменных операций и взаимозачетов налогоплательщик принимает к вычету сумму налога, то он может принять их вычету только после того, как суммы налога были перечислены отдельным платежным поручением. Суммы налога, ранее принятые к вычету, подлежали аннулированию, в том числе и при взаимозачетах, и должны были отражаться в той налоговой декларации, когда перечислялось отдельное платежное поручение. В то же время, в этот период, в 2008 году, налогоплательщики-покупатели имели право принять к вычету ту сумму налога, которую они перечисляли продавцу отдельным платежным поручением. То есть, именно ровно сколько они деньгами перечисляли, ровно такую сумму они имели принять право к вычету. 176 закон предусмотрел также упрощение порядка возмещения НДС по операциям, при которых сумма налога начисленного меньше суммы налога, предъявленного к возмещению. Внесены изменения в пункт 3 статьи 176 Налогового кодекса. В соответствии с этими изменениями, с 1 января этого года налоговые органы имеют право принять два решения. Одно решение о возмещении частично суммы налога, заявленных к возмещению, и второе решение об отказе возмещения частично суммы налога, заявленных к возмещению. До 1 января этого года налоговые органы выносили решение, два вида решения было только, либо решение о возмещении полностью суммы налога, заявленных к возмещению, либо об отказе полностью возмещения суммы налога. Теперь сумма налога можно по одной налоговой декларации возместить, а в отношении другой суммы налога, возмещения которой будет заявлено, налогоплательщику придется все-таки представить документы, которые будут обосновывать этот вычет. Обращаю внимание ваше также на статью 27.3, 224 закона. Это уже нормы непостоянного действия, поэтому они вносятся не в кодекс, а вносятся в закон о введении в действие налогового кодекса. Статья 227.3 закона 118 ФЗ новая статья этого закона устанавливает, что срок подтверждения нулевой ставки налога на добавленную стоимость в отношении товаров, работ и услуг, которые заявлены под таможенный режим экспорта, начиная с 1 июля 2008 года по 31 декабря 2009 года включительно, продлевается на 90 дней. То есть теперь в отношении таких товаров срок подтверждения экспорта составляет не 180 дней, а 170 дней. Поскольку в этом законе не указано, что 90 календарных дней, то в соответствии со статьей 6.1 первой части налогового кодекса, в том случае, если не поименовано, что дни исчисляются календарные, значит, действует норма, что дни исчисляются в рабочих днях. Таким образом, этот срок, если посчитать рабочие дни, фактически продлен немножко побольше, чем на 90 календарных дней. На кого будет действовать, распространяться эта норма? Ну, прежде всего, на все категории экспортеров. То есть на тех экспортеров, которые реализуют товары на экспорт непосредственно по прямым договорам между продавцом и покупателем экспортируемых товаров. Эта норма распространяется на тех экспортеров, которые реализуют товары через посредников, распространяется на тех экспортеров, которые реализуют товары в счет долгов Российской Федерации или в счет погашения кредитов Российской Федерации, и на налогоплательщиков, которые оказывают услуги, сопутствующие экспорту товаров. То есть те услуги, которые перечислены в подпункте 2 пункта 1 ст. 164 Налогового кодекса. Это погрузка, перегрузка, перевозка, транспортировка товаров. Какие могут здесь возникнуть сложности? Поскольку дата 90 дней исчисляется, и 180 дней, и 90 дней исчисляются от даты помещения товаров под таможенный режим экспорта, те налогоплательщики, которые в составе документов, подтверждающих нулевую ставку налога, не представляют грузовые таможенные декларации, будут поставлены в такие условия, что они фактически не смогут подтвердить право на увеличение срока представления налоговых документов на 90 дней. Сделать это смогут на практике только те налогоплательщики, которые представляют в пакете документов, подтверждающих нулевую ставку, таможенную декларацию. То есть прежде всего это те налогоплательщики, которые осуществляют перевозку товаров трубопроводным транспортом или по линиям электропередач. Вот в отношении других налогоплательщиков это будет сделать крайне проблематично. Вот это все, что я хотела сказать об изменениях налогового законодательства, которые вступили в силу с 1 января 2009 года. Следующее, на чем я хочу остановиться, это вопросы применения вычетов по объектам недвижимости, по основным средствам. И я хочу обратить ваше внимание на два письма, которые вы найдете в правовой системе «Консультант». Это письма Федеральной налоговой службы. Первое письмо от 28 ноября 2008 года, номер 6С-6-3-862. Это письмо согласовано с Министерством финансов Российской Федерации. И в этом письме разъясняется порядок вычетов налогу на добавленную стоимость при строительстве объектов недвижимости и приобретении основных средств. В том случае, если при вводе построенных объектов или приобретенных объектов в эксплуатацию, налогоплательщик начинает использовать их одновременно, как в облагаемых, так и не в облагаемых операциях. Первая часть этого письма говорит о том, что должен делать налогоплательщик и какими нормами кодекса должен руководствоваться в случае строительства и приобретения объектов недвижимости, которые в дальнейшем используются для осуществления облагаемых и не облагаемых операций. В налоговом кодексе, в частности, пунктом 6 ст. 171, установлена норма, согласно которой сумма налога, предъявленная налогоплательщику при проведении подрядчиками капитального строительства объектов недвижимости, либо при приобретении этого недвижимого имущества, подлежат восстановлению в том случае, если указанные объекты недвижимости в дальнейшем используются для осуществления операций, освобождаемых от налогообложения. В каком порядке производится восстановление? Налогоплательщик в течение 10 лет после введения основного средства в эксплуатацию должен следить за теми суммами налога, которые он будет относить на стоимость операций, не подлежащих налогообложению или подлежащих налогообложению в этом году. По окончании года на основании пропорции, которая исчисляется, исходя из стоимости операций облагаемых НДС и не облагаемых НДС, налогоплательщик обязан восстановить сумму налога, исчисленную на основе этой пропорции, и эту пропорцию он должен применить к одной десятой суммы НДС, которую он ранее принял к вычету при строительстве или приобретении объекта недвижимости. Эта норма распространяется как на налогоплательщиков, которые приобретают объект недвижимости, так и на тех налогоплательщиков, которые приобретают у подрядных организаций строительно-монтажные работы или выполняют сами строительно-монтажные работы для собственного потребления. То есть все эти налогоплательщики, которые строят или приобретают, принимают к вычету суммы НДС в полном объеме, а потом в течение 10 лет следят за этими суммами налога и по мере необходимости их восстанавливают в последнем налоговом периоде текущего года. В случае, если налогоплательщик, об этом разъясняется в пункте 2 этого письма, приобретает основное средство, не являющееся объектом недвижимости, то в этом случае налогоплательщик при использовании этого основного средства для операции облагаемых и необлагаемых НДС должен при приобретении этого основного средства разделить налог на добавленную стоимость, выставленной ему продавцом в той пропорции, которую он определил у себя в учетной политике. И при принятии на учет должен уже сразу принять на учет основное средство с суммой НДС в той пропорции, которая, как я уже сказала, определяется учетной политикой. При этом в этом письме Федеральной налоговой службы дается отсылка на ранее вышедшее письмо Федеральной налоговой службы от 24 июня 2008 года. Это письмо номер 6С-6-3-450. В этом письме как раз и говорится о том, что определение пропорции для расчета сумм налога на добавленную стоимость производится по данным текущего налогового периода, и распределение сумм налога на добавленную стоимость по основным средствам, не относящимся к недвижимости, производится по данным текущего налогового периода. Вот то, что касается объектов недвижимости. Теперь, на чем я хочу остановиться, прежде чем говорить об операциях, которые облагаются по нулевой ставке. Я немного хотела остановиться на тех вопросах, которые возникают у налоговых агентов, которые приобретают у уностранных лиц товары, работы, услуги. Прежде всего, при определении, нужно ли уплачивать НТС за иностранное лицо или не нужно, следует изучить внимательно статью 148 Налогового кодекса. В 148 статье кодекса установлены правила определения места реализации работы услуг. Нужны они для того, чтобы выяснить, есть ли объект налогообложения на территории Российской Федерации. Поскольку объектом налогообложения у нас в соответствии со 146 статьей являются операции по реализации работы услуг на территории Российской Федерации, для этого и нужны вот эти специальные правила. Все целиком подробно, я на них останавливаться не буду, потому что не все нормы из этой 148 статьи вызывают вопросы. Но на некоторых я все-таки остановлюсь. Но прежде всего, это работы и услуги, связанные с недвижимым имуществом. Место их реализации определяется в зависимости от того, где находится недвижимое имущество. Если недвижимое имущество находится на территории Российской Федерации и его продает иностранное лицо, то в этом случае российское лицо, приобретающее это имущество, должно выступать налоговым агентом, поскольку местом реализации этих работ является территория Российской Федерации. В подпункте 1, пункта 1, 148 статьи, говорится, приведен примерный перечень работ, которые считаются связаны с недвижимым имуществом. Перечень незакрытая. В этот перечень попали практически все работы, которые связаны с физическим воздействием на недвижимое имущество, за исключением одной только работы или услуги, это услуга по аренде. Поэтому при определении, является ли работа связана с недвижимым имуществом, в том случае, если она не попала в тот перечень, который предусмотрен под пунктом 1, пункта 1, 148 статьи, нужно всегда обращать внимание, связана ли ваша работа с физическим воздействием на какое-либо недвижимое имущество. В том случае, если вы осуществляете работы или услуги, оказываете юридические услуги по покупке недвижимости, консультационные услуги по приобретению недвижимости на территории Российской Федерации, инжиниринговые работы, которые связаны с проектированием объектов недвижимости, обращайте внимание, что они непосредственно с недвижимостью не связаны, физического воздействия на недвижимое имущество нет. Поэтому вот эти перечисленные мной работы, так называемые бумажные работы, место их реализации будет определяться в соответствии с подпунктом 4, пунктом 1 статьи 148. В этом подпункте предусмотрен перечень работ и услуг, место реализации которых определяется в зависимости от местонахождения покупателя, работ и услуг. То же самое касается и работ услуг, связанных с движимым имуществом. Порядок определения места их реализации определен в подпункте 2, пункта 1 статьи 148. То есть местом реализации является то государство, момент осуществления работы, на территории которого находится движимое имущество. Опять же таки в этом подпункте приведен незакрытый перечень работ, связанных с движимым имуществом, непосредственно связанных с движимым имуществом. И опять же если вы на него посмотрите, то перечислены все работы, которые подразумевают какое-то физическое воздействие на движимое имущество. Опять же такие бумажные работы какие-то, как например там отслеживание, прохождение движимого имущества по территории Российской Федерации, оно уже к этому пункту относиться не будет. Физического воздействия на движимое имущество нет. По подпункту четвертому, о котором я упоминала, в подпункте четвертом предусмотрен перечень работ и услуг, место реализации которых определяется по месту нахождения покупателя, работ и услуг. В этом перечне есть услуги по передаче, предоставлению патентов, лицензии, торговых марок, авторских прав или иных аналогичных прав. В соответствии с этими нормами вот эти услуги облагаются по месту нахождения покупателя. Таким образом, если российская организация приобретает эти услуги, то местом реализации этих услуг является территория Российской Федерации, и российская организация должна выступать налоговым агентом. При применении нормы на что нужно обратить внимание? В соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса, от налогообложения налогом на добавленную стоимость освобождены услуги по передаче прав на использование ряда результатов интеллектуальной деятельности. В частности, это передача прав на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для ИВМ, баз данных, топологии интегральных микросхем и секреты производства. То есть, передача прав на использование этих результатов интеллектуальной деятельности освобождена от налогообложения НДС. Поэтому, в случае, если российская организация приобретает программное обеспечение у иностранного правообладателя, российская организация приобретает право на использование этого программного обеспечения, российская организация должна и осуществляет, и выполняет обязанности налогового агента. То есть, у нее возникает на территории Российской Федерации объект налогообложения. Но поскольку статьей 149 эти операции от налогообложения освобождены, налоговый агент в данном случае бюджет налог не уплачивает, хотя, по сути, является налоговым агентом. В этом же порядке, тоже по покупателю, облагается передать прав на торговые марки. Однако, в том перечне, который я вам сейчас перечислила, перечне результатов интеллектуальной деятельности, права на использование которых освобождены, торговых марок нет. Поэтому российская организация, приобретающая право на использование торговой марки, являясь, по сути, налоговым агентом, должна уплачивать НДС в бюджет в полном объеме. Еще раз я повторяю, в перечне, установленном под пунктом 26 пункта 2 149 статьи, торговых марок нет. Налоговый агент должен уплачивать НДС. При приобретении услуг у иностранных покупателей, надо также учитывать, что в соответствии со статьей 161 Налогового кодекса, налоговый агент возникает в том случае, если он приобретает работу услуги у налогоплательщика, иностранного лица, незарегистрированных налоговых органов. Понятие налогоплательщику у нас дано в статье 143 Налогового кодекса. К налогоплательщикам относятся организации и индивидуальные предприниматели. Адвокаты в соответствии с нашим российским законодательством к налогоплательщикам НДС не относятся. Поэтому в том случае, если российская организация будет приобретать услуги у иностранного адвоката, который в соответствии с российским законодательством не является налогоплательщиком НДС, несмотря на то, что в соответствии со статьей 148 юридические услуги у нас облагаются по месту нахождения продавца, то есть в Российской Федерации в данном случае, обязанности налогового агента у российской организации возникать не будет, поскольку обязанность налогового агента может возникнуть только у налогоплательщика. Адвокат не является налогоплательщиком, соответственно, российская организация обязанности налогового агента не исполняет. На что я хочу еще здесь обратить внимание, это не очень понятная для восприятия и на слух, и на глаз норма, предусмотренная пунктом 3, 148 статьи, касающаяся определения места реализации основных и вспомогательных работ и услуг. Когда должна применяться эта норма? Во-первых, начнем с того, что если на два разных налогоплательщика в рамках одного технологического процесса выполняют разные услуги, сказать, какая из этих услуг основная, а какая вспомогательная, невозможно, потому что для каждого налогоплательщика его единственная выполняемая услуга или работа будет основной. Поэтому эта норма применима только в тех случаях, когда один и тот же налогоплательщик по договору с покупателем выполняет несколько видов работ и услуг. Причем всегда одна из этих работ и услуг является основной, то есть та услуга, ради которой, собственно, и был заключен договор или контракт с иностранным лицом. Все остальные услуги побочные являются вспомогательными. Как определяется место реализации в отношении этих вспомогательных услуг? Договора бывают очень объемными. Бывает, что вспомогательных услуг предусматривается несколько десятков, бывают 20, бывает 25 и 30, даже более работы и услуг. То есть то, что обязуется сделать продавец-покупатель в рамках одного договора. Поэтому по каждой работе услуги определять место реализации бессмысленно, хотя бы даже в том смысле, что не всегда можно будет определить налоговую базу для исчисления налога по таким услугам. Поэтому, согласно международной практике, в российском законодательстве также установлена вот эта норма, предусмотренная пунктом третьим, когда место реализации определяется только в отношении основной услуги. Все остальные, так называемые, вспомогательные работы услуги, место их реализации определяется точно так же, как и по основной. То есть если по основной признали, что эта услуга оказана на территории Российской Федерации, то уже не разделяя вспомогательные услуги по подпунктам, предусмотренным в 148 статье, мы сразу говорим, что эти все услуги считаются реализованными на территории Российской Федерации. Эта норма, она более понятна и более просто прописана в соглашении, заключенном между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке исчисления налога на добавленную стоимость по работам и услугам, о котором я, видимо, скажу несколько попозже. И еще, что я хотела сказать в части порядка определения, это место реализации работы услуг, это что касается документов, которыми можно подтверждать право на применение налога на добавленную стоимость в случае, если на территории Российской Федерации нет объекта налогообложения. Перечень документов предусмотрен пунктом 4 ст. 148 статьи. Как вы видите, он очень куцый. Налоговый кодекс дает налогоплательщику право применять любые документы в качестве доказательства не применения налога на добавленную стоимость в отношении не объектов налогообложения на территории Российской Федерации. Поэтому при осуществлении операций, местом реализации которых не признается территория Российской Федерации, налогоплательщик должен собирать любые документы, которые у него связаны с выполнением этих работ и услуг. Так, например, если работа и услуги связаны с вывозом движимого имущества за пределы территории Российской Федерации, естественно, налогоплательщик должен озаботиться и в качестве документов, подтверждающих неприменение налога на добавленную стоимость, представить таможенные документы о временном вывозе какого-то оборудования за пределы территории Российской Федерации. Командировочный приказ о командировании сотрудников для проведения какой-то работы за пределами территории Российской Федерации. То есть любые-любые документы, которые есть у налогоплательщика в связи с этим, можно представлять в налоговые органы. Единственным обязательным документом, который является в соответствии с этим пунктом, должен быть контракт, заключенный с российским или иностранным лицом, из которых должно быть понятно, кто и кому и какие услуги подрядился оказать. Насчет подтверждения, на что я еще хотела обратить внимание, поскольку у нас сейчас очень развитая система интернет, передача результатов работ по интернету без подписания актов приемки передачи работ услуг, часто задают вопросы. Передаем результаты работ по интернету, договора об оказании услуг нет. Договор есть, нет договора с дачи приемки передачи работы услуг. В этом случае фактом подтверждения того, что заказчик принял работу, может служить выписка банка, которая подтверждает поступление выручки на счет на российской организации, и эта выручка может подтвердить то, что работу заказчик принял и оплатил, то есть согласен с ее результатами, это является как бы актом приема передачи. В тех случаях, когда российские налогоплательщики оказывают услуги местом реализации которых территории Российской Федерации не признается, то есть оказывают услуги, которые не являются объектом налогообложения, эти налогоплательщики счета фактуры выставлять и регистрировать в книге продаж не должны, поскольку пункта 3 ст. 169 Кодекса предусмотрено выставление счетов фактур только по объектам налогообложения. Соответствующие разъяснения давали с Департаментом налоговой и таможенной тарифной политики 15 августа 2017 года номер 03-07-08 дробь 237. Так, ну а по другим вопросам применения НДС налоговыми агентами я, наверное, вам расскажу уже после небольшого перерыва. Продолжим наше занятие. Сейчас я хочу остановиться на некоторых вопросах применения НДС при осуществлении налогоплательщиком операций, не облагаемых налогов на добавленную стоимость в связи с тем, что они не являются объектом налогообложения. Например, налогоплательщик выполняет какие-либо строительные работы, связанные с недвижимым имуществом, находящимся за пределами территории Российской Федерации. Например, осуществляет стройку на территории, например, Польши. Для осуществления этих работ налогоплательщик вывозит за пределы территории Российской Федерации какие-то товары, в основном это основные средства, и с использованием этих основных средств осуществляет необлагаемые работы и услуги. Как правило, эти основные средства были куплены налогоплательщикам заранее, и суммы налога по этим основным средствам уже были приняты к вычету. В соответствии с пунктом 2, под пунктом 2, пункта 3, статьи 170 Налогового кодекса, в случае вывоза основных средств за пределы территории Российской Федерации для осуществления строительно-монтажных работ, местом реализации которых не признается территория России, налогоплательщик обязан восстановить сумму налога на добавленную стоимость, ранее приняты к вычету. При этом в случае вывоза за пределы территории Российской Федерации основных средств восстановлению подлежат сумма налога в размере суммы пропорционально остаточной балансовой стоимости без учета налогообложения, без учета переоценки, извините. Суммы налога, которые подлежат восстановлению, не включаются в стоимость вывозимых основных средств, а учитываются в составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 главы 25 Налог на прибыль организации. После окончания работ налогоплательщик может вернуть эти основные средства на территорию Российской Федерации и в этом случае, практически в 90% случаев возникает вопрос, теперь я эти основные средства буду использовать в операциях облагаемых НДС на территории Российской Федерации, имею ли я право возместить ту сумму налога, которая была ранее восстановлена для уплаты в бюджет? К сожалению, нет. Поскольку эти суммы налога уже были приняты при исчислении налога на прибыль в расходы, они уменьшили налоговую базу по этому налогу, суммы налога к вычету при исчислении налога на добавленную стоимость подлежащего уплате в бюджет не принимаются. По какому курсу следует исчислять налог на добавленную стоимость в том случае, когда российская организация приобретает у иностранного лица товары, работы, услуги, местом реализации которых признаются в территории Российской Федерации? В 99% случаев оплата производится, естественно, в иностранной валюте. Согласно пункту 3 ст. 153 Налогового кодекса, налоговая база, в этом случае налоговым агентом, пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка на дату осуществления расходов. Соответственно, после уплаты налога в качестве налогового агента, вычетом у налогового агента налогоплательщикам НДС будет подлежать сумма налога, уплаченная им бюджет в рублях при исполнении обязанности налогового агента без всяких пересчетов в связи с изменением курса доллара или евро после того, как он уплатил налог бюджета. Ну, вот это, наверное, все вопросы, которые связаны с исчислением налога на добавленную стоимость налоговыми агентами. Если я что-то не успела осветить, не смогла, то я надеюсь, что вы мне зададите какие-то вопросы по этой теме. А теперь я хочу перейти к теме – это применение налога на добавленную стоимость по ставке в размере 0%, вычет входящего НДС при неподтверждении и подтверждении ставки 0% и вся тема, связанная с нулевой ставкой. Для того, чтобы понять, какие товары облагаются по нулевой ставке, нужно обратиться, может быть, к самым основам налога на добавленную стоимость. Это пункт 1 статьи 146. Местом реализации товаров признается территория, объекта налогообложения признается операция по реализации товаров на территории Российской Федерации. Для того, чтобы определить место реализации товаров, нужно воспользоваться правилами, установленной статьей 147 Налогового кодекса. Так, согласно этим правилам, местом реализации товара признается территория Российской Федерации, если начало транспортировки этого товара находится на территории Российской Федерации. Исходя из всех этих норм, товары, которые реализуются на экспорт, считаются реализованными на территории Российской Федерации. И в отношении их применяется налогообложение, но по ставке 0%. Установлено это пунктом 1 статьи 164 Налогового кодекса. Налогообложение по нулевой ставке не применяется в отношении тех товаров, которые предусмотрены статью 149 Налогового кодекса. Сама статья называется операцией, не подлежащей налогообложению. То есть они не подлежат налогообложению ни по каким ставкам, ни по 18, ни по 10, ни по нулю. Поэтому те товары, которые предусмотрены перечнем, установленным 149 статьей, по нулевой ставке не облагаются. А это означает то, что входной НДС по этим товарам к вычету не принимается, а учитывается в стоимости реализуемых товаров на экспорт. Налогообложение по нулевой ставке производится при реализации товаров на экспорт как непосредственно самим производителем этих товаров или продавцом, так и при реализации этих товаров через комиссионеров. При этом очень часто, особенно во внешней торговле с государственными странами, с государственными участниками СНГ, российские крупные производственные объединения на территории этих государств учреждают так называемые торговые дома. Эти торговые дома являются консигнаторами, то есть посредниками во внешней торговой сделке. И товар, который реализуется на экспорт, вывозится с территории Российской Федерации в таможенном режиме временного вывоза и помещается в эти торговые дома. Впоследствии уже комиссионер, посредник, это консигнатор заключает договор купли-продажи с иностранным покупателем и продает эти товары, которые фактически уже находятся за пределами территории Российской Федерации. Применяется ли в отношении таких операций нулевая ставка налога на добавленную стоимость? Для того, чтобы понять, можно ли применить в этом случае нулевую ставку, мы уже с вами разобрали два правила. То есть объектом налогообложения является реализация товаров. Место реализации мы с вами тоже повторили, это статья 147. И теперь еще нужно обратить внимание на статью 38 налогового кодекса, на его пункт 3, где дается определение, что такое товар. Товар для целей налогообложения – это любое имущество, реализуемое или предназначенное для реализации. В тех случаях, о которых я сейчас говорю, то имущество, которое произведено российской организацией, оно подпадает в полной степени под определение товара. Вывозится оно за пределы территории России не просто так, а именно для того, чтобы его реализовать. Местом реализации его тоже считается в соответствии с нормами статьи 147 территории Российской Федерации, начало транспортировки этого товара в территории Российской Федерации. Для того, чтобы применить нулевую ставку, товары должны быть вывезены в таможенном режиме экспорта. Так вот, те товары, которые вывозились в режиме временного вывоза, после их реализации за пределами территории Российской Федерации, в соответствии с нормами таможенного кодекса, подлежат обязательному переоформлению в таможенный режим экспорта. Таким образом, для применения нулевой ставки НДС есть все нормы и все условия. Более того, у налогоплательщика на руках будет в наличии полный пакет документов, которыми он сможет подтвердить нулевую ставку налога на добавленную стоимость. Частное разъяснение по этому вопросу давались департаментом налоговой и таможенной тарифной политики неоднократно в прошлом и позапрошлом году. Одно из этих писем я назову, это письмо от 25 апреля 2008 года, номер 03-07-08, дробь 99. Кроме того, соответствующие разъяснения были в прошлом году поднаправлены в Федеральную налоговую службу. При реализации товаров на экспорт налогоплательщик должен в соответствии с правилами налогового кодекса и постановления номер 914 о счетах-фактурах выставлять при такой реализации счета-фактуры и регистрировать их в книге покупок при необходимости в книге продаж. Никаких особенностей в 914-м постановлении для экспортируемых товаров не предусмотрено. Поэтому, что можно рекомендовать, исходя из тех общих правил, которые установлены этим 914-м постановлением. Согласно пункту 17-му правил, утвержденных в 914-м постановлении, регистрация счетов-фактур в книге продаж производится в хронологическом порядке в том налоговом периоде, в котором возникают налоговые обязательства. Налоговое обязательство по НДС непосредственно связано с моментом определения налоговой базы по этому налогу. В соответствии с пунктом 9 ст. 167 Налогового кодекса моментом определения налоговой базы по экспортным операциям является последний день квартала, в котором собран полный пакет документов, предусмотренных статьей 165 Налогового кодекса. Поэтому в том случае, если налогоплательщик в течение 180 дней с момента помещения товара под таможенный режим экспорта собирает полный пакет документов, необходимых для подтверждения права на применение нулевой ставки, то счета фактуры, выставленные по экспортным поставкам, подлежат регистрации в книге продаж в том налоговом периоде, на который приходится день сбора документов. Причем подлежат они регистрации с учетом нулевой ставки налога на добавленную стоимость, так как это выставлено в счете фактуре. Если полный пакет документов налогоплательщик восстановленный срок не собрал, то в этом случае момент определения налоговой базы определяется в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 167, то есть как день отгрузки товаров. В этом случае счета фактуры должны быть зарегистрированы в книге продаж в том налоговом периоде, на который приходится день отгрузки товаров. Причем, обращая ваше внимание, экспортная операция облагается по нулевой ставке. Поэтому в случае, если налогоплательщик не собрал полный пакет документов, от этого операция облагаться по другой ставке не стала. В счете фактуре как указывалась нулевая ставка, так она и указывается. Но налогоплательщик обязан в этом случае уплатить бюджет сумму налога, исчисленную в том же порядке, как если бы эти товары были реализованы на территории Российской Федерации с применением ставок 18 или 10%. Поэтому в книге продаж нужно зарегистрировать, в случае если не был подтвержден экспорт, в книге продаж нужно зарегистрировать счет фактуру с нулевой ставкой налога, но сделать запись, например, неподтвержденный экспорт и указать сумму начисленного налога по неподтвержденному экспорту. Через какое-то время, там по прошествии нескольких налоговых периодов, налогоплательщик собирает полный комплект документов, подтверждающих нулевую ставку налогу на добавленную стоимость. В этом случае, в соответствии с нормами налогового кодекса, сумму налога, уплаченной по неподтвержденному экспорту, налогоплательщик-экспортер имеет право поставить к вычету. Какие же манипуляции нужно произвести с книгами покупок и с книгами продаж? Значит, опять тот же самый первоначальный счет фактура. Нужно зарегистрировать в книге продаж с нулевой ставкой, то есть без начисленного налога, и одновременно зарегистрировать в книге покупок тот же самый счет фактура с записью или с пометкой неподтвержденный экспорт и указать сумму налога ранее начисленную по неподтвержденным операциям и теперь принимаемую к вычетам. Значит, то, что я вам сейчас рассказываю, это вытекает из норм 914 постановления, но не прямой, там не прописано. Поэтому то, что о том я сейчас вам рассказываю, это рекомендуемый департаментом налоговой и таможенной тарифной политики порядок регистрации счетов фактур по подтвержденному или неподтвержденному экспорту. То есть официально такого порядка нет. Частные разъяснения давались департаментам, но, к сожалению, я вам номера и даты сказать не могу, потому что это разъяснение давалось еще в тот период, когда налоговым периодом у нас был месяц. И остановиться я также хочу на моменте определения налоговой базы по экспорту в связи с поквартальной уплатой налога на добавленную стоимость. В соответствии с пунктом 9 статьи 167 кодекса полный пакет документов должен быть собран до истечения 180 дней. Если он собран, то есть в течение 180 дней со дня помещения товаров под таможенный режим экспорта, то последний день этого квартала будет считаться моментом определения налоговой базы. Это мы уже с вами говорили. Что должно делать налогоплательщику, если он, предположим, в ноябре собрал полный пакет документов, в феврале истекли 180 дней, отведенные на этот сбор документов, а налоговая декларация в соответствии с пунктом 5 статьи 174 представляется до 20 числа месяца следующего за истекшим налоговым периодом, то есть до 20 апреля этого года. Многие налогоплательщики начинают переживать, что делать. Мы должны, с одной стороны, подать декларацию не позже, чем по истечении 180 дней, в то же время другая норма нам разрешает уплачивать этот налог по истечению налогового периода. Действительно, в налоговом законодательстве по НДС установлено крайне ограниченное перечень операций, когда налогоплательщик уплачивает НДС пооперационно. То есть вот так на скидку я могу вспомнить операционную уплату НДС при приобретении российскими организациями товаров, работы, услуг у иностранных лиц, когда они выступают налоговыми агентами. Мы уже с вами говорили, в этом случае они уплачивают налог одновременно с перечислением выручки. По экспорту такой обязанности подтверждать и тут же отражать налоговую декларацию нулевую ставку, то есть пооперационно, не установлено кодексом. Поэтому налогоплательщик, собрав свои документы в начале налогового периода, спокойно сидит и ждет окончания этого налогового периода, несмотря на то, что это может пройти даже три месяца, и подает налоговую декларацию в сроки, установленные пунктом 5, 174 статьи налогового кодекса, о котором я вам говорила. То есть то, что срок подтверждения экспорта продлился, в этом случае ничего страшного не означает. Может быть другой вариант. Когда налогоплательщик в январе собирает документы, выяснил, что в январе у него уже прошло 180 дней, а документов как не было, так и нет. И нет их ни в феврале, ни в марте, в последнем месяце налогового периода. В этом случае все достаточно просто, хотя не очень приятно для налогоплательщика. До 20 апреля он должен подать уточненную декларацию за тот налоговый период, в котором была совершена отгрузка на экспорт с начислением соответствующей суммы НДС по неподтвержденному экспорту. И третий вариант, наверное, так, наиболее самый обидный для налогоплательщиков-экспортеров, это когда в январе истекает 180-дневный срок, и документов никаких у налогоплательщика нет. Но налоговую декларацию он не подает, потому что налоговый период еще не окончился. И пока он сидит, ждет окончания налогового периода, где-нибудь в марте собирается полный пакет документов, которыми можно было бы подтвердить экспорт. Но, учитывая, что налоговое законодательство, в свое время продлив длительность налогового периода, не продлевало ни в коей мере срок сбора документов, в этом случае налогоплательщик по окончании налогового периода, несмотря на наличие, как ему кажется, всех документов, подтверждающих нулевую ставку, он обязан начислить НДС в том же порядке, как если бы он их в этом налоговом периоде не собрал. Начислить и уплатить. В следующем налоговом периоде, уже имея на руках полный пакет документов, налогоплательщик имеет право поставить к вычету исчисленные в предыдущем налоговом периоде суммы НДС по неподтвержденному экспорту. Почему такой суровый порядок? Еще раз обращаю ваше внимание. Продление 180-дневного срока для сбора документов было установлено только вот 224-м законом, и то только для ряда товаров, которые помещены под таможенный режим экспорта в строго определенный срок. При использовании товаров для производства экспортных товаров налогоплательщики зачастую используют сырье, товары, любые материальные ресурсы, которые могут быть ими приобретены заранее и вовсе не были предназначены для реализации товаров на экспорт. Поэтому сумму налога по материальным ресурсам налогоплательщик ранее принял к вычету в общеустановленном порядке при наличии счета фактуры и после принятия на учет. При осуществлении экспортных поставок в соответствии с нормами налогового кодекса налогоплательщик обязан восстановить суммы налога на добавленную стоимость, которые были им ранее возмещены из бюджета или приняты к вычету. Причем восстановление это следует производить в порядке, который установлен в частности письмом от 28 апреля 2008 года номер 03-07-08 дробь 103. Согласно этому письму восстановление налога должно производиться не позднее того налогового периода, в котором производится отгрузка товаров на экспорт и оформление товаров и таможенного... ой, прошу прощения, и оформление таможенными органами таможенных деклараций в режиме экспорта. Обращаю ваше внимание вот в этой фразе на слово «не позднее» того налогового периода. У налогоплательщика могут быть разные ситуации, поэтому этим письмом оговорен самый крайний срок, когда налогоплательщик должен восстановить суммы налога. Но могут быть случаи, когда налогоплательщик при заключении контракта с иностранным покупателем товаров уже при изготовлении этих товаров будет знать, какое именно сырье, находящееся у него на складе, он будет использовать в производстве. Поэтому в этом случае налогоплательщик-экспортер должен будет восстановить сумму налога значительно раньше, чем это указано в этом письме. То есть уже на момент использования товаров, находящихся на складе, в производстве экспортного товара НДС уже должен быть восстановлен. Также в зависимости от конкретных ситуаций, в зависимости от условий договоров, заключенных с иностранными покупателями, могут быть тоже выявлены разные сроки, на которые должен быть восстановлен НДС. Но еще раз обращаю внимание, если до последнего момента неизвестно, когда восстанавливать, крайний срок установлен вот этим письмом Департамента налоговой и таможенной тарифной политики. На семинарах очень часто налогоплательщики ссылаются на нормы налогового кодекса, в частности пункт 6 статьи 176 Налогового кодекса, согласно которому налогоплательщик имеет право зачесть те суммы налога, которые подлежат ему возмещению при совершении операции по реализации поставок товаров на экспорт, в счет сумм налога, которые подлежат уплате им же при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации. К сожалению, у нас помимо налогового органа, есть еще таможенный кодекс, в статье 332 Котоварова установлены способы исполнения обязанностей по уплате таможенных пошлин и налогов. И перечня этих способов исполнения обязанностей по уплате НДС таможенным органам путем зачета суммы НДС, подлежащих возмещению налогоплательщику в связи с экспортом товаров, не предусмотрено. Поэтому в настоящее время такой зачет в рамках деятельности одного налогоплательщика не производится. В этом давалось в свое время разъяснение от 12 декабря 2007 года номер 03-07-08 дробь 355. Обращаю также внимание ваше на письмо, на два письма Министерства финансов, которые были доведены до сведения Федеральной налоговой службы одним письмом от 1 ноября 2007 года. Это письмо номер ШТ-6-03-855. Это сопроводительное письмо, которое направило для сведения письма Минфина по вопросу налогообложения сумм, полученных налогоплательщиком от покупателей товаров за нарушение условий договора. Как я уже сказала, к этому сопроводительному письму приложено два письма. Первое письмо касается сумм штрафных санкций, полученных российским налогоплательщиком от российских покупателей товаров работ услуг. В этом случае при получении этих штрафных санкций суммы считаются связанными с оплатой приобретаемых товаров работ услуг. Поэтому продавец, получая сумму таких штрафных санкций, должен исчислить с этих сумм налог на добавленную стоимость и исчисляет он их в порядке, установленном пунктом 4 ст. 164, то есть по расчетной ставке НДС. 10, деленное на 110 или 18, деленное на 118. Это письмо первое Министерства финансов от 9 августа 2007 года номер 03-07-15, дробь 119. Второе письмо от 17 октября 2007 года номер 03-07-15, дробь 157 касается сумм штрафных санкций, полученных от иностранного покупателя товаров российским налогоплательщиком. В этом случае российский налогоплательщик также должен уплатить с полученных сумм налог на добавленную стоимость, но поскольку пунктом 4 ст. 164 сумма, расчетная ставка применяется только в отношении тех операций, которые облагаются по ставкам 10 или 18%, а в отношении нулевой ставки расчетный метод не применяется, то в этом случае налогоплательщик в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ст. 162 Налогового кодекса увеличивает налоговую базу налогового периода, в котором получены суммы штрафных санкций, на сумму этих штрафных санкций и налог на добавленную стоимость исчисляет по прямым ставкам 10 или 18 или 0%, в зависимости от того, подтверждает он вовремя право на применение нулевой ставки или не подтверждает. Следующий комплекс вопросов связан с документальным подтверждением правомерности применения нулевой ставки. Я хочу остановиться на некоторых особенностях представления в налоговые органы ряда документов, подтверждающих нулевую ставку. Первый и самый основной документ, наверное, это контракт с иностранным покупателем. Если договор заключен российским налогоплательщикам через посредника, то, соответственно, в налогового органа представляется, помимо этого договора, еще копия договора заключенного российской организации экспортером с посредником. Зачастую договора с иностранными лицами заключаются на иностранных языках, в частности, английский. Никогда не нужно забывать, что государственный язык Российской Федерации это русский язык, поэтому он подлежит использованию, в том числе и в телопроизводстве. Нормами, которыми наш язык установлен, как государственный русский язык, это, во-первых, Конституция и закон о государственном языке Российской Федерации. Поэтому в налоговые органы в комплекте документов, подтверждающих нулевую ставку, в обязательном порядке должен быть представлен перевод договора на русский язык. Заверять его у нотариуса необязательно, достаточно его заверить в общеустановленном порядке руководителям организации и главным бухгалтерам. О том, что необязательно заверение документов, переведенных с иностранного языка на русских, есть частное разъяснение Федеральной налоговой службы. Это письмо от 19 февраля 2008 года номер 03-2-02 дробь 433. Здесь речь идет в этом письме о другом документе, не о копии договора, но в принципе это не важно. Здесь говорится единственное, что в данном случае для нас важно, что нормами кодекса не предусмотрена обязанность налогоплательщиков представлять в налоговые органы надлежащим образом заверенные переводы документов, то есть документов, составленных на иностранном языке. То есть в случае необходимости налоговые органы на основании 97-й статьи налогового кодекса вправе самостоятельно привлечь для участия в действиях по осуществлению налогового контроля переводчика. Но это только в том случае, если налоговый орган будет сомневаться в правильности перевода на русский язык. Потому что очень долгое время были налоговые органы и налогоплательщики воевали друг с другом, одни требовали нотариально заверенный перевод, другие не представляли, и дело в результате решалось в суде. По-моему, данный вопрос не требует судебного разбирательства и вполне может быть решен до судебного порядка. В случае, если налогоплательщик заключил с иностранным покупателем долгосрочный контракт и в рамках этого долгосрочного контракта он осуществляет поставки товаров на экспорт партиями, для подтверждения правомерности применения нулевой ставки по этим партиям в налоговые органы представляется вот эта копия долгосрочного контракта и сопутствующие документы, подтверждающие право на применение в отношении нулевой ставки именно по этой партии вывезенных товаров. То есть, грузовая таможенная декларация, выписка банка и транспортные документы, они все должны относиться к вывезенной партии товаров. Есть мнение налоговых органов некоторых, что нулевую ставку в этом случае нужно применять только после выполнения всего контракта целиком, но арбитражная практика, я перед встречей нашей с вами посмотрела ее, в большинстве она вся решается, судебное решение вынесено в пользу налогоплательщика. Вторым документом, который налогоплательщик должен представить налоговые органы, это документ, подтверждающий поступление выручки за товары, реализованные на экспорт. Это выписка банка, подтверждающая поступление выручки. Не во всех случаях налоговым кодексом сделаны исключения для некоторых операций, совершаемых налогоплательщиков, нужно приносить эту выписку банка. Выписка банка не представляется в случаях, когда налогоплательщик имеет право на незачисление валютной выручки на территории Российской Федерации. Перечень этих случаев ограничен частью 2 статьи 19 Федерального закона от 10 декабря 2003 года номер 173 ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле. В других случаях, когда можно было бы не зачислять валютную выручку на территории Российской Федерации, нет. И сделано исключение для тех случаев, когда налогоплательщик осуществляет с иностранным покупателем товарообменной операции. В этом случае для подтверждения поступления выручки на территорию Российской Федерации налогоплательщик должен представить таможенные документы, которые подтверждают ввоз в кавычках можно сказать оплаты на территорию Российской Федерации. При этом обращаю ваше внимание, что при представлении в пакете документов грузовой таможенной декларации, подтверждающей ввоз товаров на территории Российской Федерации при осуществлении товарообменных операций, грузовая таможенная декларация и товар должны быть оформлены в таможенном режиме выпуска для внутреннего потребления, но никак не выпуск для временного пользования, не для временного ввоза, поскольку только выпуск для внутреннего потребления означает, что ввозимый товар перешел в полную собственность налогоплательщика и он может им распоряжаться полностью как полученная оплата. С 2006 года налогоплательщику предоставлено право представлять наряду с выпиской банка выручки еще договор поручения по оплате за экспортируемый товар заключенный между иностранным лицом и лицом осуществившим платеж. Значит, под лицами у нас понимаются как российские, так и иностранные лица, и помимо того, лицо, которое осуществившее платеж, может быть как юридическим, так и физическим. Налоговый кодекс здесь не ставит никаких препон в части применения или ограничения нулевой ставки в зависимости от того, какое лицо осуществляло платеж. Другой вопрос, что достаточно сложно получить от иностранного покупателя такой договор поручения по оплате. В случае, если оплата будет осуществляться третьим лицом и на момент заключения договора о поставке товаров на экспорт, вы уже об этом знаете, возможно, заключение трехстороннего договора между покупателем, продавцом и тем лицом, которое будет осуществлять платеж, вот этого договора будет достаточно для того, чтобы получить право на применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость. Частное разъяснение по этому вопросу были даны Минфинам в свое время, это 11 января 2008 года, номер 03-07-08 дробь 04. Ну и, пожалуй, основной документ, который наиболее тщательно подвергается проверке, это грузовая таможенная декларация. она представляется большинством налогоплательщиков, я уже об этом говорила, немножко повторюсь, с двумя отметками таможенных органов. Первая отметка, это отметка выпуск разрешен, она представляется региональной таможней и означает подтверждение помещения товара под таможенный режим экспорта. И вторая отметка, она ставится с обратной стороны грузовой таможенной декларации, отметка пограничного таможенного органа, той таможни, через которую товары были вывезены за пределы территории Российской Федерации. От все отметки пограничных таможенных органов проставляется в порядке, который установлен приказом Федеральной таможенной службы от 18 декабря 2006 года номер 1327. Согласно пункту 10 данного порядка можно попросить таможенный орган направлять копии грузовых таможенных деклараций и документы с отметками, в том числе транспортные документы в налоговый орган. Я налогоплательщикам всегда рекомендую пользоваться вот этим порядком и правом установленным таможенным органом, потому что одно дело, когда вы приносите эти документы, сами, другое дело, когда подтверждение дают таможенные органы. Это имеет немножко другой смысл. Есть особенность перемещения товаров транзитом через территорию Республики Беларусь. Как вы знаете, границы таможенного контроля в отношении товаров, происходящих с территории Российской Федерации при вывозе на территорию Республики Беларусь нет. Поэтому если товар вывозится транзитом через территорию Республики Беларусь в третьи страны, на грузовой таможенной декларации будет стоять одна отметка регионального таможенного органа. Отметки пограничного таможенного органа у налогоплательщиков на грузовой таможенной декларации не будет. Соответствующие разъяснения были данные Минфином еще 3 декабря 2007 года и направлены в адрес Федеральной налоговой службы номер разъяснения номер 03-07-07-07 дробь 15-194. Согласно этим разъяснениям это письмо вот этого вопроса касается пункт второй этого письма здесь рассказывается о том какие отметки и на основании чего проставляется на грузовой таможенной декларации. Вот на основании этого письма кажется что в отношении таких товаров которые движутся транзитом через территорию республики Беларусь остановлен достаточно льготный порядок подтверждения. Ничего подобного. На что я хочу обратить ваше внимание и это указывается в этом письме. Между таможенными органами нашими и нашими налоговыми органами заключены соответствующие соглашения о взаимоотношениях и о предоставлении информации. Соответствующие соглашения заключены между таможенными органами Беларуссии и таможенными органами Российской Федерации. Поэтому все сведения с беларусской границы о товарах, которые вывезены через границу республики Беларусь в третьи страны поступают в наши таможенные органы и из наших таможенных органов по запросу по необходимости в налоговые органы. И учитывая, что на грузовых таможенных декларациях стоит только одна отметка регионального таможенного органа, естественно, именно за этими декларациями будет налажен и в настоящее время осуществляется наиболее строгий контроль запросов наших таможенных органов и таможенных органов Республики Беларусь. Поэтому не стоит обольщаться, что установлен очень люботный порядок. В случае, если таможенный орган при декларировании товаров в режиме экспорта изменяет таможенную стоимость вывозимых товаров, в соответствии с нормами, установленными таможенным кодексом, грузовой таможенной декларации заполняется еще такой бланк корректировка таможенной стоимости. форма корректировки таможенной стоимости является неотъемлемой частью грузовой таможенной декларации. Это установлено приказом ФТС России от 1 сентября 2006 года номер 830. Поэтому в этих случаях, в случаях корректировки вывозимых товаров таможенными органами, корректировки таможенной стоимости, не забывайте, что копия грузовой таможенной декларации должна быть приложена и копия формы корректировки таможенной стоимости. Налоговые органы на это очень внимательно обращают внимание. И четвертый документ, в котором подтверждается вывоз, фактический вывоз товаров с территории Российской Федерации в дальние зарубежья это транспортные документы. Отметки пограничных таможенных органов проставляются на транспортных документах в том же порядке, который установлен упомянутым мной уже приказом ФТС от 18 декабря 2006 года номер 1327. Какие исключения установлены в отношении каких транспортных документов? Не проставляют таможенные органы пограничные отметок на транспортных документах, которыми подтверждается заключение договора перевозки грузов морским или речным транспортом. То есть на коносаментах морских наплодных и других перевозочных документах достаточно указания порта разгрузки места за пределами территории Российской Федерации без отметок еще раз повторяю пограничных таможенных органов. Плюс к этому документу в обязательном порядке должна представляться копия поручения на отгрузку, в котором тоже указывается порт разгрузки и на этом поручении на отгрузку проставляется отметка погрузка разрешена таможенного органа. Исключение из нормы о проставлении отметок граничных таможенных органов на транспортных документах является также перевозка авиационным транспортным. На авианакладных также не проставляются таможенными органами никаких отметок. В графе авианакладной порт разгрузки аэропорт разгрузки должен быть указан аэропорт который находится за пределами территории Российской Федерации. Вот собственно с нулевой ставкой все что я хотела вам рассказать. И в оставшееся время я хочу остановиться на исчисление налога на добавленную стоимость при осуществлении операции по реализации или приобретении товаров хозяйствующим или у хозяйствующих субъектов Республики Беларусь. В соответствии с заключенным соглашением было заключено между правительством Российской Федерации и Республики Беларусь о порядке применения косвенных налогов во взаимной торговле. Ратифицировано это было соглашение Российской Федерации федеральным законом от 28 декабря 2004 года номер 181 ФЗ вступило оно в село с 1 января 2005 года товары которые реализуются на экспорт в Беларусь облагаются по нулевой ставке. Российская страна хочу обратить ваше внимание ратифицировала это соглашение с оговоркой. Согласно этой оговорке положение соглашения касающейся нулевой ставки применяется только в отношении тех товаров которые происходят с территории Российской Федерации. Те товары которые не происходят с территории Российской Федерации и реализуются хозяйствующим субъектом Республики Беларусь в отношении них эти нормы соглашения не действуют и к ним применяется общий установленный порядок подтверждения правомерности применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость так с 2006 года в главу 21 статью 165 кодекса внесены документы которыми можно подтвердить право на применение нулевой ставки в отношении товаров не происходящих с территории России но вывозимых на территории Республики Беларусь напомню это грузовая таможенная декларация с отметкой регионального таможенного органа и заявление полученного от белорусского покупателя экспортируемых товаров с отметками белорусских налоговых органов об уплате налога белорусским покупателям при ввозе экспортируемых нашим экспортером товаров на территорию Республики Беларусь заявление это у налогоплательщика нашего появляется 100% поскольку налоговые органы Республики Беларусь ратифицировали соглашение без всяких оговорок и для них это соглашение касается и ввоза и вывоза товаров как происходящих с Республики Беларусь так и не происходящих с территорией Республики Беларусь в соответствии с соглашением при экспорте товаров я буду говорить уже не буду повторить что это касается только происходящих с территорией Российской Федерации применяется нулевая ставка Во всех случаях, за исключением тех случаев, когда российские товары, вывозимые на территорию Республики Беларусь, подлежат налогообложению при ввозе на территорию Республики Беларусь в соответствии с белорусским законодательством. В связи с такой хитрой нормой, при заключении договоров с белорусскими контрагентами, всегда очень нужно внимательно и тщательно уточнять у них правила и нормы, потому что законодательство меняется в Беларуси так же, как и у нас, нисколько не реже, и выяснять, не будут ли ваши товары льготироваться при ввозе на территорию Республики Беларусь. Если такая льгота установлена, то налогоплательщики российские не имеют права на применение нулевой ставки и обязаны реализовывать эти товары с учетом ставок, которые применяются на территории Российской Федерации. Это 10 или 18 процентов, а в том случае, если товары попадают в перечень, установленную статьей 149 кодекса, то с применением освобождения от налогообложения. При поставке товаров на экспорт, экспортер должен представить свой налоговый орган российский в счет фактуру при отгрузке товаров в Республику Беларусь. На этом счете фактура налоговый орган проставляет отметки. Представляются эти отметки в порядке, установленном приказом Минфина от 20 января 2005 года номер 3Н. Для того, чтобы проставить отметки, в соответствии с этим приказом налогоплательщик должен подать в налоговый орган заявление, которое он составляет в произвольной форме, и соответствующий счет фактуру. В соответствии с этим приказом налоговый орган в течение 5 дней ставит соответствующий штамп и отдает этот счет фактуру обратно налогоплательщику. Для чего нужен этот проштампелеванный счет фактуру? Во-первых, на основании этих счетов фактур и на основании заявлений, подаваемых налогоплательщикам, налоговый орган уже осуществляет предварительный контроль за экспортом товаров. Во-вторых, этот документ нужен белорусским покупателям наших экспортных товаров, поскольку к вычету он может принять сумму налога, уплаченную при ввозе наших товаров на свою территорию, при наличии в том числе счетов фактур с отметками российского налогового органа. Это установлено соглашением, о котором мы сейчас говорим. Почему нужен особенно этот штамп? Счета фактуры у нас не являются документами строгой отчетности, поэтому вот эта отметка налогового органа придает счету фактуру статус официального документа как для белорусских налоговых органов, так и для белорусских налогоплательщиков. В случае, если реализация товаров осуществляется через посредника, то поскольку договор купли-продажи с белорусским контрагентом заключает посредник, то именно этот посредник составляет счет фактуру на реализуемый товар, но отметку налогового органа на этом счете фактуре получает непосредственный производитель или поставщик товаров комитет в своем налоговом органе. Дело хлопотное, понятно, потому что бывает, что комитет и комиссионер достаточно далеко расположены друг для друга, но таковы правила, которые следуют из соглашения. Разъяснения по вот этому порядку составления счетов фактур давались письмом Минфина от 23 сентября 2005 года, номер 03-04-08, дробь 257. Обращаю ваше внимание, что соглашением установлен срок сбора документов, которыми можно подтвердить нулевую ставку налога. Срок, в отличие от налогового кодекса, в два раза короче, это 90 дней. И федеральным законом 224 в отношении этих товаров срок не продлевался, потому что эти товары, реализуемые в Республику Беларусь, ни под какой таможенный режим экспорта не помещаются. Поэтому независимо от того, какой срок установлен по товарам, реализуемым в третьем стране, 180-270 дней, для товаров, реализуемых в Беларусь, все время остается срок 90 дней. Подтверждается экспорт в Республику Беларусь документами, которые установлены положением, являющимся неотъемлемой частью к соглашению между правительством Российской Федерации и Республикой Беларусь. Какие же документы должен представить налогоплательщик при применении нулевой ставки? Ну, прежде всего договор, который предусматривает реализацию товаров с вывозом за пределы территории Российской Федерации в Республику Беларусь. Выписка банка или его копия, подтверждающая фактическое поступление выручки от покупателя товара на счет налогоплательщика. Предусмотрены различные варианты, когда налогоплательщик может расплачиваться, вернее, получать выручку наличными денежными средствами, что в этом случае должен принести налогоплательщик, или что должен принести налогоплательщик при совершении внешнеторговых бартерных операций. Значит, на что хочу обращать внимание. Список вот этих вариантов, какие могут быть, служить для подтверждения получения оплаты от белорусского покупателя ограничен. И здесь не предусмотрено проведение взаимозачетов между российским и белорусским контрагентами. Поэтому соглашение о применении косвенных налогов, конечно, не может ограничить операции, которые осуществляются в соответствии с гражданским законодательством двух государств. И это соглашение не накладывает запрет на проведение взаимозачетов между продавцом и покупателем экспортируемых товаров. Но это соглашение имеет право и накладывает запрет на применение нулевой ставки при применении взаимозачетов. Еще раз повторяю, не предусмотрено такого осуществления операции в целях применения нулевой ставки НДС. То есть зачет производиться может, но в этом случае российский экспортер должен будет применить 18-ю или 10-ю процентную ставку НДС. Третий документ, самый важный, видимо, здесь. Это третий экземпляр заявления о ввозе товара, экспортированного с территории Российской Федерации на территорию Республики Беларусь с отметкой налогового органа Республики Беларусь, который подтверждает уплату косвенных налогов в полном объеме. Получается, что российский экспортер может подтвердить нулевую ставку НДС только после того, как белорусский покупатель по этим товарам заплатит в белорусский бюджет соответствующую сумму налога, получит подтверждение налогового органа на этом заявлении об этом уплате и передаст одну из копий этого заявления российскому продавцу. Для чего это сделано? Я думаю, это понятно. В связи с отсутствием пограничного и таможенного, вернее, таможенного контроля на нашей границе, подтвердить вывоз и поступление товаров на территорию другого государства может только фактическая уплата налога по товарам в бюджет. Вот для чего сделан этот документ. Также представляются в налоговые органы копии транспортных или товаросопроводительных документов. Подтверждающих перевозку товаров с территории России на территории Российской Республики Беларусь. И иные документы, предусмотренные национальным законодательством государства 2. Какие-то иные документы, которые предусмотрены нашим законодательством. Если посмотреть на этот перечень, который установлен положением, то вы увидите, что он прописан под тот случай, когда договор на поставку экспортируемого товара заключен напрямую между продавцом и покупателем товара без учета комиссионера. Однако, в соответствии со статьей 165 Налогового кодекса, нулевую ставку можно получить при реализации товаров на экспорт в счет погашения долгов или кредитов Российской Федерации. Перечень этих соответствующих документов установлен пунктами 2 и 3 ст. 165 Налогового кодекса. Поэтому, в случае, если на территории Республики Беларусь будут реализовываться товары через комиссионера или, не дай бог, мы будем погашать кредиты Российской Федерации поставками товаров в Республику Беларусь, наравне с теми документами, которые перечислили в соглашении, в налоговые органы нужно будет представлять еще и документы, которые предусмотрены пунктами 2 и 3 ст. 165 Налогового кодекса. Поэтому, вот эта такая обтекаемая формулировка, она дает как бы разбег и налоговым органам, и налогоплательщикам для применения нулевой ставки. В случае, если налогоплательщик в течение установленного 90-дневного срока не может документально подтвердить право на применение нулевой ставки, так же, как и любой экспортер, он уплачивает бюджет НДС по неподтвержденному экспорту, уплачивает за тот налоговый период, на который приходится день отгрузки товаров. Одновременно, так же, как и любые экспортеры, налогоплательщик имеет право поставить к вычету сумму НДС по товарам, работам, услугам, используемым в операциях по производству или реализации экспортируемых товаров. К вычету он принимается с суммы входного налога в порядке, установленном налоговым законодательством Российской Федерации. То есть, суммы этого налога принимаются по принятию товаров на учет и при наличии соответствующих счетов факторов, выставленных российских поставщиками. Положениями соглашения предусмотрено, что налогоплательщик, не подтвердивший право на применение нулевой ставки, помимо налога, уплачивает еще и пение. В случае последующего подтверждения права на применение нулевой ставки суммы налога, уплаченные налогоплательщиком по неподтвержденному экспорту, подлежат возврату налогоплательщику-экспортеру в порядке, установленном российским законодательством. То есть, он имеет право их поставить к вычету в том налоговом периоде, в котором он соберет полный пакет документов, подтверждающих нулевую ставку. А пение, которое было раньше уплачено по неподтвержденному экспорту, возврату не подлежит. Это установлено нормами законодательства. Это что касается экспорта товара. Теперь, что должен делать налогоплательщик, который, наоборот, приобретает у белорусского хозяйствующего субъекта товары? Ну, прежде всего, налогоплательщик, который возит товары, приобретенные у белорусского покупателя, он их ставит на учет. И в месяце следующем, за датой принятия белорусских товаров на учет, российский налогоплательщик должен заплатить НДС по этому товару в бюджет. Причем, в этом случае налогоплательщиком налогу на добавленную стоимость является не только налогоплательщик НДС, но и любые другие лица, которые возят товары на территорию Российской Федерации. В том числе, при применении специальных режимов налогообложения. Это специально оговорено в положении о порядке взимания косвенных налогов, являющейся неотъемлемой частью соглашения, и оговорено прямо в первом абзаце этого положения. При определении налоговой базы по возимым товарам налогоплательщик включает в налоговую базу стоимость товаров возимых, исходя из договора, заключенного между продавцом и покупателем. В случае, если в стоимость этих товаров не включены расходы по доставке товаров, то есть расходы на его транспортировку, перевалку, погрузку, выгрузку и тому подобное, не включены в стоимость товаров страховая сумма, стоимость упаковки, стоимость контейнеров и другой многооборотной старой, то налогоплательщик, покупатель белорусских товаров должен сам сформировать налоговую базу, исчислить ее, то есть добавить к контрактной стоимости товаров, добавить эти расходы. И вот эта сумма полученная будет являться налоговой базой для исчисления НДС по возимым белорусским товарам. Как вы видите, составные части налоговой базы, они практически совпадают с порядком определения таможенной стоимости товаров. Поэтому для тех налогоплательщиков, которые осуществляют покупки товаров за рубежом, вот эти нормы соглашения, которые вступили в силу с 1 января 2005 года, не были большой новостью, и у таких постоянных импортеров вот эти нормы особого затруднения, особых не вызвали. После того, как налогоплательщик уплатил бюджет суммы налога, он имеет право поставить их к вычету в том случае, если он использует их в операциях, которые подлежат налогообложению НДС. В отличие от норм, действующих в отношении товаров, приобретенных на территории Российской Федерации, для того, чтобы поставить к вычету суммы НДС, уплаченные по белорусским товарам, налогоплательщик должен обладать большим количеством документов. В частности, налоговая декларация, которой налогоплательщик отражает суммы НДС, начисленные по возимым товарам, налогоплательщик должен представить также заявление о ввозе товаров, которое является частью особой декларации по товарам, ввозимым с территории Республики Беларусь. В этом заявлении он как раз и формирует ту налоговую базу, о которой я вам уже говорила. Заявление представляется в налоговый орган в трех экземплярах. Один из этих экземпляров остается в налоговом органе. Один экземпляр, вернее, два экземпляра выдается на руки налогоплательщику. Из них один экземпляр налогоплательщик оставляет себе, а третий экземпляр отправляет своему белорусскому контрагенту-экспортеру для того, чтобы он имел возможность подтвердить право на применение нулевой ставки. Кроме того, в налоговые органы представляется выписка банка, подтверждающая фактическую плату сумм налога по везенным товарам, договор, на основании которого произошло ввоз товаров на территории Российской Федерации, транспортные документы и для российских налогоплательщиков должны бы представляться товароспроводительные документы белорусских налогоплательщиков. После того, как налогоплательщик представит налоговые органы все эти документы, налоговые органы проверят правильность исчисления налога на добавленную стоимость, налогоплательщик имеет право принять к вычету суммы этого налога. Но поскольку в соответствии с налоговым кодексом суммы налога считаются уплаченными только после того, как они отражены в налоговой декларации, право на вычету налогоплательщиков, приобретающих белорусские товары, наступают только в следующем налоговом периоде, после того налогового периода, в котором он уплачивал суммы налога по везенным товарам. На чем я еще хотела остановиться? В частности, немножко я хочу вернуться к вопросу о документальном подтверждении нулевой ставки при реализации товаров на экспорт. Это касается документа, выписки банка, который подтверждает фактическое поступление денежных средств от реализации товаров на территорию Российской Федерации. Зачастую на территорию Российской Федерации на счет экспортера поступает сумма меньше, чем была перечислена покупателем экспортных товаров и чем была предусмотрена в договоре в связи с тем, что банки взимают комиссию за перечисление валюты. Что в этом случае? Имеет ли право налогоплательщик, во-первых, на применение нулевой ставки в полном объеме и какими документами он может подтвердить право на применение этой нулевой ставки? Ну, во-первых, поскольку комиссия банка является затратной частью для экспортера, поставщика товара, это его расходы, точно так же, как и расходы на комиссионера, они оплачиваются только не непосредственно налогоплательщикам-экспортерам, а сумма вознаграждения как банку, так и комиссионеру исчисляется, исходя из получаемой выручки. И остаток этот перечисляется уже на счета налогоплательщика, осуществляющего экспорт. Поскольку это расходная часть, то на эту сумму ограничивать налогоплательщика в праве на применение нулевой ставки нет никаких оснований. Стоимость реализуемых товаров как была в договоре, так она и осталась. Полностью сумму он получил на свой расчетный счет, только заранее уже перечислил, как бы сделал отчисление в пользу банка и в пользу комиссионера. Чем можно подтвердить поступление, что если в выписке банка предусмотрена сумма меньшая, чем была от уговора, определенно, чем можно это обосновать перед налоговым органом и доказать, что это не покупатель перечислил меньше денег, а эти деньги пошли на оплату комиссии банка. В этом случае рекомендуется, можно приложить к выписке банка свифт-сообщение. Собственно, только из этого свифт-сообщения и видно, сколько денег пришло на счет налогоплательщика, от кого пришло и в связи с чем пришло денег. Свифт-сообщение обычно у нас составляется на английском языке, поэтому это сообщение тоже, так же, как и договор, мы с вами уже об этом говорили, следует перевести с английского языка на русский язык. Есть письмо Минфина. Оно касалось, правда, уменьшения выручки налогоплательщика за счет уплаты комиссии банка. Это письмо Минфина от 17 января 2005 года, номер 03-04-08-06. Арбитражная практика также разная, сразу скажу, но большинство судебных решений на стороне налогоплательщика. То есть налоговый орган с точки зрения судов, с точки зрения Министерства финансов, не должен уменьшать и не предоставлять право на применение налоговой ставки на ту сумму, которая остается на счетах комиссионера и посредника, осуществляющего реализацию товаров на экспорт. По документальному подтверждению налогоплательщиков, которые применяют нулевую ставку при осуществлении операции по реализации услуг, так называемых экспортируемых услуг. Под пунктом 2, пунктом 1, ст. 164 Кодекса, установлена нулевая ставка в отношении работ услуг, непосредственно связанных с производством экспортируемых товаров, которые указаны под пунктом 1, пункта 1, ст. 164. Это экспортируемые товары в первую очередь. И этим же под пунктом нулевая ставка установлена в отношении работ услуг по организации и сопровождению перевозок, это экспедиторские услуги, работ по перегрузке и транспортировке, организации с сопровождением погрузки и перегрузки, вывозимых с территории Российской Федерации и ввозимых на территории Российской Федерации товаров. Кроме того, по нулевой ставке облагаются работа и услуги по переработке товаров, помещенных под таможенный режим экспорта. Ну, начнем сначала с первого абзаца этого подпункта. В отношении каких работ и услуг применяется нулевая ставка при экспорте товаров? Нулевая ставка применяется при экспорте товаров, которые осуществляются трубопроводным транспортом и по линии электропередач. Почему? В соответствии со статьей 165 Налогового кодекса, только при перевозке этим видом транспорта в налоговые органы представляются грузовые таможенные декларации, из которых, из этих грузовых таможенных деклараций, им можно сделать заключение, а под каким режимом вывозился товар, перемещаемый по территории Российской Федерации. Поэтому в случае, если экспортируемый товар вывозится за пределы территории Российской Федерации автомобильным транспортом, и транспортировка происходит между пунктами, находящимися на территории Российской Федерации, то в отношении вот этой перевозки экспортируемых товаров нулевая ставка применяться не будет, потому что налогоплательщик не сможет представить в налоговые органы документы, подтверждающие право на применение нулевой ставки. То есть, единственное, еще раз повторяю, документ, который это может подтвердить, это грузовая таможенная декларация. Что касается второй части, второго абзаца под пункта второго, то это касается товаров, которые вывозятся за пределы территории Российской Федерации, во-первых. То есть, пункт назначения находится на территории России, пункт отправления, вернее, наоборот, пункт назначения, пункт отправления находится на территории Российской Федерации, а пункт назначения за пределами территории Российской Федерации. Вот в отношении этих услуг по перевозке применяется нулевая ставка НДС. Соответственно, применяется ставка НДС и по всем остальным работам, перечисленным в этом абзаце, которые связаны с этой перевозкой. Причем независимо от того, под какой таможенный режим помещены вывозимые товары. Это может быть как режим экспорта, так и режим временного вывоза, любой другой режим, который связан с вывозом товара за пределы территории Российской Федерации. Кроме того, нулевая ставка применяется в отношении товаров-возимых, то есть товаров, которые перевозятся между пунктом назначения, которое находится на территории Российской Федерации, и пунктом отправления, которое находится за пределами территории Российской Федерации. Также в отношении сопутствующих работ услуг, которые связаны с этой перевозкой, применяется нулевая ставка НДС. В свое время, это был 2007 год, письмо Минфина от 3 декабря 2007 года, номер 03-07-15, дробь 194. Департамент налоговой и таможенной тарифной политики довел до сведений Федеральной налоговой службы разъяснение, каким образом и какие документы должны представляться налоговые органы в случае перевозки товаров за пределами таможенной территории Российской Федерации автомобильным транспортом. Дело в том, что согласно правилам, установленным таможенными органами, на основании норм таможенного кодекса, в случае вывоза товаров автомобильным транспортом на транспортных документах проставляется штамп «Вывоз разрешен», подписи и отиск личной номерной печати в должностного лица. Проставляется это на транспортном документе, который следует вместе с товаром и остается в таможенном органе. То есть на двух экземплярах проставляется такой штамп. Никакого другого штампа, подтверждающего, что товар и транспорт вместе с этим товаром фактически пересек границу Российской Федерации, таможенную органами в соответствии со своими приказами и правилами не проставляют. Порядок, я еще раз напомню, проставление штампов, касающиеся приказ ФТС от 18 декабря 2006 года, номер 1327. То есть таможенные органы руководствуются только этим приказом. Поэтому в комплекте документов, которыми налогоплательщики, оказывающие услуги по перевозке товаров автомобильным транспортом, представляют товароспроводительные транспортные документы с отметками пограничных таможенных органов, подтверждающих вот этот вывоз. То есть отметкой подтверждающих вывоза является вот эта отметка «вывоз разрешен». Отметок «фактический вывоз осуществлен» или «фактический вывоз произведен» пограничные таможенные органы не ставят. В последнее время, в 2007 году, после того, как вышло вот это разъяснение, налогоплательщики перестали писать письма с жалобами в Минфин о том, что налоговые органы требуют дополнительного штампа на транспортных документах. В 2008 год все было очень тихо. А вот в начале 2009 года, видимо, это письмо забылось. И опять начались претензии налоговых органов, не совсем справедливые, в отношении российских перевозчиков. Следующая услуга, по которой применяется нулевая ставка НДС, это услуги по переработке товаров на территории Российской Федерации. Перечень документов, которые представляются для подтверждения нулевой ставки в этом случае, установлен также под пунктом 4 пункта 5 статьи 165. То есть это тот же самый перечень, как и для налогоплательщиков, которые оказывают услуги по перевозке товаров за пределы территории Российской Федерации или на территории Российской Федерации. Значит, прежде всего налогоплательщики, которые оказывают услуги по переработке товаров, помещенных под таможенный режим переработки на таможенной территории Российской Федерации, должны представить в налоговые органы договор, заключенный с российским или иностранным лицом на осуществление этих услуг. В каком случае может представляться договор с российским лицом? В соответствии с нормами таможенного кодекса, при помещении товаров под таможенный режим переработки выдается лицензия на осуществление операции по переработке товаров. При этом эта лицензия выдается как декларанту товаров, то есть тому лицу, который возит эти товары на территории Российской Федерации, так и другому лицу, который может осуществлять фактическую переработку товаров на территории Российской Федерации. При этом таможенные органы при заполнении этой лицензии обязательно в порядке указывают там то лицо, юридическое или физическое лицо, но физическое лицо крайне мало бывает, которое будет осуществлять фактическую переработку товаров. Поэтому в случае, если одна российская организация имеет лицензию на переработку товаров, но передает, как бы нанимает подрядчика для осуществления этих работ и указывает этого подрядчика в лицензии на переработку, то в этом случае будет у того лица, который имеет право на применение нулевой ставки, договор заключаться именно с российским лицом, а не с иностранным. И хочу отметить, что право на применение нулевой ставки имеет именно то лицо, которое непосредственно оказывает услуги по переработке товаров. В контракте, помимо контракта, о котором я уже говорила, этот налогоплательщик представляет в налоговые органы выписку банка, подтверждающую поступление выручки от оказания услуг как от иностранного лица, он этого выручка может поступать, так и от российского лица. В комплекте документов должны представляться также транспортные документы, подтверждающие, что товар вывозился за пределы территории Российской Федерации, раз это таможенный режим переработки по таможенным контролям, он завершается вывозом товара за пределы территории Российской Федерации. Соответственно, налогоплательщик должен это подтвердить. И помимо этого, поскольку в статье 165 указано, что налоговые органы помимо транспортных товаросопроводительных имеют право требовать и иные документы, подтверждающие право на применение нулевой ставки налоговые органы, естественно, налогоплательщик, который претендует на применение этой нулевой ставки, должен представить налоговые органы, копию грузовой таможенной декларации, подтверждающей, что то сырье, которое он ввозил на территории Российской Федерации и перерабатывал, было помещено под таможенный режим переработки на таможенной территории, и именно с этим сырьем он впоследствии работал. Соответственно, на этих таможенных декларациях будут проставлены штампы таможенных органов, подтверждающих вывоз продуктов переработки за пределы территории Российской Федерации. Еще один момент, на котором я хочу остановиться, это порядок применения, это не связано с экспортом, но связано с применением нулевой ставки. Это под пункт 5 пункта 1 ст. 164 Налогового кодекса. Это применение нулевой ставки в отношении товаров, работы, услуг, которые реализуются в области космической деятельности. Обращаю ваше внимание на перечень документов, который установлен для подтверждения нулевой ставки. Наверное, мы не очень хорошо его прописали, недостаточно четко, потому что вопросов достаточно много, вернее, не вопросов, а один и тот же вопрос. И налогоплательщиков, которые занимаются поставками товаров, работы, услуг в области космической деятельности, тоже, как оказалось, много. Для подтверждения нулевой ставки в пакете документов необходимо представлять сертификат на готовую продукцию только в том случае, если налогоплательщик реализует готовый товар, то есть готовую космическую технику. В том случае, если налогоплательщик осуществляет работы или услуги по созданию космической техники, которая впоследствии будет подлежать обязательной сертификации, в этом случае налогоплательщик в составе документов, подтверждающих нулевую ставку, сертификат не представляет. Поэтому налогоплательщики, не дожидаясь сертификата на готовую продукцию, которая может быть получена по истечении двух-трех лет после начала осуществления работ, уже в процессе работы имеют право на применение нулевой ставки и, соответственно, на вычет сумм входного НДС. Ну, на этом наш сегодняшний семинар заканчивается. Я благодарю вас всех за внимание. Большое спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!